МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поиск пароля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Допуск подтвержден. Проект «Дилетанты» начал разрабатываться в конце 90-х. Дилетанты не похожи на обычных шпионов. Они ни у кого не вызывают подозрения. Их действия невозможно просчитать заранее. Они самые обычные люди и поэтому не интересны никому. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иди, ищи меня по свету. Не отпускай меня в толпе. Ты снова здесь, я снова где-то. На неизвестной стороне. И гаснет свет, истынут вены. Я снова слепну в темноте. И кто-то молча дышит спину Моей измученной судьбе. На прицеле я, на прицелею Подлежит объект уничтожению. На прицеле я, на прицелею Подлежит объект уничтожению. Чтобы дилетанты не совершали роковых ошибок, их нельзя перегружать заданиями. Они должны выполнять только элементарные функции. В работе с дилетантами существует одна серьезная проблема. Осознание того, что ты используешь человека, не ставя его об этом в известность. По сути дела, ты его подставляешь. До последнего времени я был человеком, который работает с дилетантами. Сейчас все изменилось. В роли дилетантов оказались близкие мне люди. А также я сам. Лектор. А это, собственно, инструмент для вашего детального анализа. Хотите, разгадывайте его, как некий пазл. Хотите, разгадывайте, как загадку, головоломку. Мне же больше по душе вариант шахмат. Доска, фигуры и ограниченное время до конца партии. А правила? Правила те же? А правила всегда задает тот, кто играет белыми. Поэтому всегда старайтесь быть на ход впереди грядущих событий. Это небольшая, но единственно возможная фора. Я думаю, нам лучше поговорить здесь, чем в моем кабинете. Скоро сам поймешь, почему. Ко мне сегодня уже приходили из управления собственной безопасности. У нас обнаружилась серьезная проблема. Об этом пока знает только несколько человек на самом верху. Ну, теперь ты знаешь. Ну, и он, разумеется. Кто? Крот. Вы хотите сказать, что среди нас предатель? Да. А можно вопрос? Конечно. Почему на нас все смотрят, как на дикарей? В каком смысле? В политическом, конечно. Мы чего-то бухтим, чего-то требуем, протестуем. Но никто не воспринимает нас всерьез. Как будто мы с другой планеты. Вас лично это сильно расстраивает? Как сказать? В общем-то, не хотелось выглядеть в глазах цивилизованного общества какими-то обезьянами. Подозреваемый – один из офицеров нашего управления. Ты его знаешь. Нельзя эту гниду спугнуть, иначе он залежет на дно, и мы никогда не узнаем, кто он и на кого работает. Я понимаю. Ну, во-первых, лично вас я успокою. Вы не очень похожи на обезьяну. Во-вторых, совершенно не очевидно, что России необходимо любой ценой интегрироваться в этот так называемый цивилизованный мир. А в-третьих, я не уверен, что быть независимым дикарем гораздо хуже, чем быть послушным и неравноправным парнем. Ну, так вас послушать, холодная война и не заканчивалась вовсе. Как это не меня, это вас послушать. Это вы заговорили о том, что к нам относятся с некоторым предубеждением. Чтобы не спугнуть крота, нужно действовать нестандартно. А для этого нужен человек. Необычный человек. Вы кого-то конкретно имеете в виду? Да. Со стороны? Ну, не совсем со стороны. Пару лет назад у него произошла неприятная история. Сейчас он не удел, но мы очень хотим, чтобы он вернулся. А тут такой случай. Встреться с ним и убеди его заняться этим делом. На сегодня у меня все. Будьте здоровы. До свидания. Дорогой профессор, вы непременно должны меня выслушать. В кофейне. Сегодня в 16.00. Умоляю вас, это вопрос жизни и смерти. До свидания. До свидания. Максим Максимович, до свидания. До свидания. Удачи. Вообще, я. Да, да, поедем. Всего хорошего, Максим Максимович. А что, реально, давай. До свидания. До свидания. Добрый день, Максим Максимович. Здравствуйте. Я вам могу чем-то помочь? Только не ломайте голову, кто я такой. Вы меня не знаете. По одной простой причине. Я занял место того человека, который настоял на вашем увольнении. Такая вот ирония судьбы. И о чем вы хотите со мной поговорить? У нас есть к вам предложение. Мне бы очень не хотелось, чтобы вы от него отказывались. Речь идет о вашем возвращении. Всегда был поклонником фразы «В один поток нельзя войти дважды». У нас бывают исключения. Я внимательно изучил ваше личное дело. И мне кажется, не в наших интересах разбрасываться такими ценными сотрудниками. В свое время вы удивили многих, предложив в качестве агентов случайных людей, так называемых дилетантов. Вас трудно назвать первооткрывателем. Вербовка всегда была основой любой разведки. Но вы очень оригинально развили эту тему. Вы тогда заявили, что время Джеймсов-Бондов безвозвратно прошло. Что с каждым годом профессиональному разведчику становится все сложнее и сложнее работать. Спутники, камеры, компьютеры, система глобального слежения порой просто не развернутся. В отличие от дилетантов. Они как бы и не разведчики вовсе. Они могут действовать независимо ни от кого, потому что они никому не интересны, и их действия невозможно просчитать. Ну, единственная сложность состоит в том, что дилетанты не готовы к тому, к чему готов профессионал. Они могут элементарно проколоться. Просто не нужно перегружать их заданиями. Они должны выполнять элементарные функции. Как в шахматах. Пешка всегда ходит на одну клетку. Но порой именно эта пешка может решить исход всей партии. Правда? Два года назад, во время операции, которой руководили лично вы, произошло ЧП. Вы тогда настояли на использовании дилетанта. А этот бедолага даже и не подозревал о той важной миссии, которая была на него возложена. Его машина? Да. Впечатляет. Получше он ничего себе не мог найти? А ему не нужно получше. Его машина вообще не интересует. Что он профессор литературы. Ну да. Он профессор литературы и ничего не знает, что с ним произойдет в Вашингтоне. Естественно. Если бы он узнал, что из самолета в Вашингтоне выйдет не он, а его двойник, вообще бы никуда не полетел. Литературу и шпионаж плохо совместим. Слушай, Макс, а где ты все-таки находишь всех своих дилетантов? Нигде не нахожу. Просто я один из них. Да, конечно. А когда они тебя спрашивают, кто-то такой, ты им говоришь право, блин. Вот он. Слушай, я не понимаю, что мы здесь делаем. Все это так решено. Профессоры ничего не знают, американцы не знают, что он в игре. Ну, во-первых, по поводу американцев я не уверен. Во-вторых, я должен убедиться, что он точно сел в самолет. Дверь. А что дверь? Дверь неплотно закрыта. Профессор – педант. Когда выходит из машины, даже багажник проверяет. Кто-то был в его машине. Он не спас. Фонарь. Техника. Черт! Мурсер! 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 Операция провалилась. И в провале операции обвинили исключительно вас. Начальство можно понять. Я ведь отвечал за ее проведение. Но вы же не могли отвечать за утечку информации. От этого никто не застрахован. Вы же не Господь Бог. А к тому же у меня сложилось устойчивое убеждение, что кто-то очень сильно хотел от вас избавиться. И что это меняет? Очень много. По-моему, ничего. Погибли люди. А ведь могли не погибнуть. Если бы не я. Концепция работы с дилетантами представляется нам весьма перспективной и многообещающей. Мы хотим, чтобы вы продолжили ее разработку в новых условиях, получив полный карт-баланш с нашей стороны. Спасибо за предложение. Ну, извините. Я в эти игры больше не играю. Возраст, наверное. Всего доброго. Вы непременно должны меня выслушать. Умоляю вас, это вопрос жизни и смерти. Спасибо. Спасибо. Конечно. Здравствуй, Максим. Давно не виделись. Это была моя записка. У тебя симпатичный женский почерк. Я старался. Макс, я по уши в дерьме. Мне нужна твоя помощь. Извини. Ты немножко опоздал. Я уже не в деле. Если ты уйдешь, то мне реально крышка. Или убьет, или посадят лет на пятнадцать. А я... Я ни в чем не виноват. У меня дочка младшая. В этом году в школу пойдет. Сын. Что им про меня расскажет? Кто-то хочет меня подставить. Сделать из меня предателя. Вчера. Вам что-нибудь еще? Сливки, будьте добры. Кто-то вошел в систему через мой компьютер. Под моим именем и паролем. Это невозможно. В конторе закрытая система. Хакером она не по зубам. Это не хакер. Это человек, который зашел в мой кабинет и залез в мой компьютер. Насколько я помню, все кабинеты открываются персональными ключами. Ключ от твоего кабинета есть только у тебя. На каждом этаже камеры все пишется круглосуточно. В том-то и дело, что не все. Именно в этот час проходила плановая проверка системы безопасности. Камеры не работали полчаса. Я был на завещании. Человек, который залез ко мне в компьютер, прекрасно знал об этом. Первая же проверка покажет, что я со своего служебного компьютера скопировал секретные файлы. Макс, я похож на изменника Родины? И что он успел скопировать? Я не знаю. Но в любом случае, это бомба. Секретный файл из директории высшего доступа, это все равно, что вынести личный костюм президента из Кремля. Демонстрация неограниченных возможностей. Сегодня это файл, завтра все что угодно. А почему ты решил обратиться именно ко мне? Кому еще, Макс? Ты что, не понимаешь, что у меня в отделе крот? И он хочет подставить меня? В службе собственной безопасности мне никто не поверит. Все улики говорят против меня. А ты человек со стороны. У тебя развязаны руки. Ты можешь проследить за всеми. Ты можешь пробить каждого из моего отдела. Ведь можешь? Не могу. Извини. А потом не все так безнадежно, мне кажется. Какой-то выход есть. Обратись в собственной безопасности. Расскажи им все, что мне рассказал. Я уверен, они разберутся. Ну, спасибо тебе, что хотя бы выслушал. Ходим отсюда, быстро. Тихо-тихо-тихо. Спокойно, без паники. Никто не радует. Никто не убит. Тихо-тихо. Ну, возьми себя в руки. Ну, что такое? Ну? Ай, ты, Макс, дурак, а! Все? Да. Успокоился? Да. А теперь послушай меня. Послушай меня. Тебе нужно срочно вернуться на работу. Зачем? На работе безопаснее. Иди сюда. Ты меня слышишь? Бесполезно. Возьми тебя в руки. Вова, я тебя не узнаю. Ты говорил, что кого-то подозреваешь, так? Кто они? Кто они? Пятеро из моей команды. Еще вчера я мог поручиться за каждого из них. Сейчас один из них крот. Слушай, их нужно заставить занервничать. Это даст, по крайней мере, какую-то передышку? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Как ты думаешь, зачем он его вызвал? У меня две версии. Обе исходя из того, что Владимир понимает, насколько серьезно он влит. Версия первая. Он чувствует, что его подставляют, и ему нужен человек со стороны, чтобы помог ему разобраться в происходящем. Версия вторая. Он действительно крут, и ему нужен кто-то, чтобы подставить его вместо себя. Присматривайте за ними. Как только будет появляться новая информация, сразу дайте мне знать. Если он действительно крот, то он совершил очень большую ошибку, решив использовать его. Алина, зайди ко мне, пожалуйста. Здравствуй, Владимир Владимирович. Здравствуй, Алина. У меня к тебе будет два задания. Две просьбы. Конечно. Скоро в новостях появится сообщение о взрыве в центре города. Проследите, чтобы нигде не всплывала информация о владельце машины. Имя владельца. Это моя машина. И мне нужна подборка материалов. Что-то конкретно? Все. Что-то еще? Да. Через десять минут я хочу видеть всех здесь. У себя в кабинете. Все понятно? Так точно. Исполняйте. Кажись, приехали. А он точно должен здесь появиться? А ты как думаешь? Это ведь его дом. Появится. Куда он денется? Ну так как? Выходим или… А знаете что, я передумал. Отвезите меня, пожалуйста, куда-нибудь в центр. Ну в центр, так в центр. Хозяин – барин. Вазмир Андреевич, можно? Проходите. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Несколько часов тому назад произошло ЧП. Была взорвана моя машина. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА К завтрашнему утру я хочу получить от каждого из вас свою версию происшедшего. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я хочу узнать, кто это сделал, прежде чем этим займется служба собственной безопасности. Все свободны. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, давай хвастайся. Что там на сей раз прислал твой русский? Он просит, чтобы его называли Лис. Вот что он прислал на этот раз. Этот Лис серьезно заботится о своей безопасности. М-м-м, ему это прекрасно удается. У нас уже целая коллекция его открыток. И что толку? Лис сильно рискует. Тузские ведь не идиоты. Они в любой момент могут обнаружить отечку информации. Он вынужден действовать предельно осторожно. Мы же, по сути дела, ничего о нем не знаем. Мы даже не знаем, как он выглядит. Ни одной зацепки, кроме идиотского псевдонима. Сэр, прочтите это. Привет, малышка. Как поживаешь? Почта эта, конечно, романтично. Но меня уже начинает утомлять наша неспешная переписка. Жду тебя на форуме познакомся.ру. Сгораю от нетерпения. Твой лисенок. Сайт пробивали? Конечно. Это форум русского сайта знакомств. Наши компьютерщики уже прощупывают его. На этом сайте всегда полно народу. Наше общение не вызовет никаких подозрений. Просто мужчина флиртует с просто женщиной. Его зовут Лис, ее зовут Элис. По-моему, это та самая конкретика, которую мы все ждали, сэр. Конкретика, сынок, это результат. Вот когда он будет, посмотрим, чего стоит у Элис. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иди ищи меня по свету. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Здрасте. Здрасте. А это ваше объявление? А вы что, по объявлению, что ли? Да. Да ладно. Ну, проходите. А дверь вас не учили за собой закрывать? Извините. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы не пугайтесь. Здесь мастерская, без творческого беспорядка, сами понимаете, никак. На второй этаж лучше не заглядывать, там хлама много, ну и вообще. А это мои наброски. А вот лошадь с мальчиком, а мальчик с крыльями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ангел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да нет, просто мальчик с крыльями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, пойдемте, я вам комнату вашу покажу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, здесь у нас кухня. А вот и ваша комната. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вид из окна, стол, кровать. За такие деньги лучше все равно не найдете, согласны? Согласен. Деньги вперед. За месяц. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возможно, я съеду раньше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне же лучше. Деньги все равно у меня. И последний вопрос. Есть ли у меня регистрация? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, хуже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что может быть хуже? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы женаты? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что так? У вас особые требования к холостым клиентам? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто по тому, как клиент отвечает на этот вопрос, можно понять, проблемный он будет жилец или не очень. Так что у вас там с личной жизнью? Моя жена умерла три года назад. Извините. Ну так как? Что как? Я проблемный или нет? Да вроде не очень. А если захотите обедать, я буду есть через полчаса. Если что, присоединяйтесь. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не ищи меня. Я сам тебя найду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Элис, а у Лис, ты еще здесь? Лис, куда я денусь, когда разденусь? Ты никак соскучилась? Элис, некрасиво кормить девушку одними обещаниями. Я уже настроилась на встречу, а встречи все нет и нет. Лис, а ты решительная девушка. Мне нужно время, чтобы все устроить красиво. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Элис, у тебя есть всего одна неделя. Смотри, не прогадай. Упустишь свое счастье. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Окей. Лис снова вышел на связь. Судя по переписке, он не проще встретиться. Но ему необходимо время для подготовки. Естественно. Мы даем ему одну неделю. Если за это время он не докажет свою полезность, мы прекратим с ним все контакты. Он хотя бы наметнул, что конкретно у него есть для нас? Пока нет. Хочется надеяться, что оно того стоит. Ну что ж. Готовьте нашего человека для отправки в Москву. Вызови его. Веди в курс дела. Объясни, что ему придется иметь дело с невидимкой. Ким должен быть готов вылететь в Москву в любое время. Что-нибудь еще? Элис, что новенького? Лис, у меня проблемы на работе. Боюсь попасть под сокращение. Элис, ты говорил, что тебя там ценят. Лис, новый начальник. Мы с ним не сойдемся характерами. Элис, старый хрыч? Лис, типа того, прислать фотку? Элис, еще спрашиваешь? Конечно. Лис взволнован. Им кажется, что под него копают. Рядом с ним появился новенький. Лис его опасается. Прислал фотографии. Я запросил наш московский офис. Они ничего не знают об этом человеке. Санта вернулся. Простите, кто? Санта вернулся. Простите, кто? В наших архивах этот человек обозначен кодовым словом Санта. Какой добрый дедушка, приносящий подарки. У наших аналитиков нездоровое чувство юмора. Этот Санта может преподнести такие подарочки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Они уже здесь. Сними человек из ЦРУ. Придумай, как избавиться от микрочипа. Добрый день. Спасибо, что быстро пришли. Я нечаянно пепельницу разбил. Прошу. Угу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Достаточно. Одежду убрать? Другая. Спасибо. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Служба государственной безопасности. Инспектор Фангель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы меня с кем-то перепутали. Да. Ничего. Да, конечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Произошло недоразумение? От лица нашей службы я хочу принести вам извинения. Вы меня с кем-то перепутали. Вы меня с кем-то перепутали. Вы меня с кем-то перепутали. Извините, извините, пожалуйста, я западнику потерял. Может быть, она здесь? Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лист не должен его опасаться. Он должен его бояться. Игорь, вы уверены, что политология-то ваша? Точно. Тогда вам придется постараться, чтобы я допустил вас до экзамена. Поговорим о международной политике. Игорь Крюклу. Сидите, Белет. Белет. Проблемы международного терроризма. сколько вам нужно времени на подготовку нисколько прошу ну в общем так америка в последнее время вообще офигела ну типа сша ну это я в переносном смысле конечно короче нефти у них нет и она им нужна по зарез вот они любой ценой эту нефть отжимают всех стран и короче плевать они хотели на все эти обсе он нато чего них там еще опек а до опек я же говорю опек и они придумали себе отмазку международный терроризм и все тут и короче нагнали страху пошли штырить максима ксима сейчас я все покажу на карте как они всех штырят вот америка вот отсюда начинает штырить вот это вот это и рак афганистан и вопрос здесь мы здесь австралия а вот они могут до венесуэлы добраться хорошо что мы их сейчас прикрываем ну вот самолеты там какие-то вот там поставили эти военные в шоколаде либеральная позиция в отстое они даже не заикаются насчет того что а нафига нам такая огроменная армия у этих америкосов только один ответ мы воюем за мир во всем мире и все тут а им только контроль за нефтью и нужен и никакая нафиг этой иракской демократии не нужно ну все типа того круто и не лишено смысла ну я же говорю но лексика игорь над лексикой придется еще поработать работой макси 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 лис на работе по-прежнему проблемы не знаю что делать элис не волнуйся у меня есть человек который может помочь он решит твою проблему с боссом стой где стоишь руки за спину медленно документы у тебя есть начну заново у тебя документы при себе есть нет при себе есть документ ну вы глухой я вам ору ору через весь двор думал вы мне сумками поможете а вы прете себе как танк ничего не слышите вот ты чё здесь делаешь чё я да ты ты за вещами заехал а тут у тебя вот люди непонятные шастую что пьяный что эти разница любимая ты знаешь что то хмыря ну знаю твой хахаль что ли ну чё хахалил мой жилец жилец да ну да жилец а почему взял и не поверил больная уроженная хахаля похоже кира чё то я не понимаю ты думаешь так просто меня жилплощади взял и выбросил как плюшевого а я не плюшевый я резиновый я пружиню усекаю 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 олег иди домой слышь иди а то попробую уговори а можно я попробую да легко а чё я не понял чё происходит что такое встань на место олег перестань но в самом деле он пьяный не слушайте его не связывайтесь я не пьяный я нервный понимаешь я никуда не ухожу что я просто хочу поговорить со мной с вами у вас есть для меня две минутки смысле выйти что ли ну если это так называете то да посмотри мужик ты сам нарвался пойдем подождите олег олег послушайте олег подожди поговори со мной лучше слышишь олег ну в самом деле что это такое олег перестань я сейчас милицию вызову вы в порядке в полном а ему необходимо время чтобы подготовиться почему можно можно кир а ну там ну я выдал немало ну ты прости меня пожалуйста я больше так не буду вот а и ключ вот забери он мне не нужен больше я просто работал понимаете нервную да я понимаю я вообще хороший парень волна спросить у киры кир ну скажи да ну я пойду до свидания все всего вам доброго фантастика в каком смысле а что вы с ним сделали ничего просто поговорил по душам он неплохой парень олег да бросьте вы с ним невозможно разговаривать ну признайтесь били когда ну чуть-чуть хоть ну ладно а в общем спасибо вам а еще знаете что раз такое дело может быть мы ну перейдем на ты то я уже язык сломала выкате ну если это не скажется нарядное платье но не скажется сумки помоги мне на кухню отнести и вы готовы давать официальные показания разумеется хочу напомнить что все ваши показания будут записываться на видео я знаю право что ж тогда подпишите здесь 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 вот здесь так большое спасибо все началось записки которые получил после лекции стоп здесь поподробнее пожалуйста при каких обстоятельствах вы получили записку и были ли при этом свидетели нет свидетелей не было на сегодня у меня все все будьте здоровы узнали почерк если бы узнал почерк я возможно не пошел бы навстречу почему не вижу причин но ведь владимир был вашим другом коллега мы встретились в кафе здравствуй максим давно не виделись я сразу почувствовал ее волнение он рассказал о том как кто-то проник в секретную базу через его компьютер он предложил мне не знаю как точнее назвать партнерство наверное он просил вас о помощи умолял и я излагаю только факты я был рядом когда взорвалась его машина я не знаю кому это было нужно вам решать это ваша работа хорошо и я думаю вам не стоит объяснять что все вышесказанное должно остаться в этой комнате конечно хорошо что вы к нам пришли обо всем рассказали я думаю что ваши показания помогут предотвратить следующее новое преступление большое спасибо максимов слушаю хотел с вами посоветоваться по одному вопросу да ну если честно я не уверен что имею право об этом говорить не уверен и не говорить я не знаю как мне быть мне предложили работу хорошую работу с отличной перспективой и к чем же дело здравствуйте здравствуйте псб вы согласились пока нет нет ли время подумать но я не знаю что мне отвечать тогда отказывайтесь тоже так думаете а кто еще так думает моя девушка понимаете она считает что работа на спецслужбу это это дурной тон что ли все равно что стать цербером или душителем свободы отчасти она права там где есть силы всегда немного не хватает свободы вон занятная штука там где силы нет свободы порой бывает еще меньше знаешь сейчас я ничего не понял ну представьте вы летите в самолете и через иллюминатор смотрите вниз видите какую-то движущуюся точку для вас это просто точка но если посмотреть на эту точку метров с двадцати окажется что это машина если приблизиться еще то в машине можно разглядеть на заднем сидении сотрудника фсб то есть непосредственного душителя свободы если посмотреть чуть поближе можно разглядеть его лицо нормальное обыкновенное лицо здрасте как у многих многих других людей а если посмотреть на это лицо в упор вы вообще ничего не увидите и что это значит ваша девушка предпочитает видеть эту проблему с определенного расстояния а кто-то смотрит по другим углам то есть по-вашему понятия хорошо и плохо не существует там где участвует несколько человек понятие хорошо и плохо становится переменными величинами для кого-то хорошо одно, для кого-то другое вот когда появляется однозначность происходит трагедия так что вам самим нужно решать что хорошо, а что плохо и этому следовать по жизни что мне им ответить? я не знаю это ваша жизнь вам решать а если бы вы были на моем месте вот если бы вам предложили вы бы согласились? ну по крайней мере я бы не стал спрашивать совета у своей девушки я сегодня был в нашей конторе на шестом этаже в собственной безопасности угу они тебя вызвали? нет, я им позвонил с ума сошел? я им все рассказал зачем? а ты как думаешь? чтобы тебя не грохнули в конце концов кроту, кто бы он ни был ты нужен мертвый, а не живой так на тебя легче повесить всех собак а теперь как дотовой заинтересовался СБ ему и не надо тебя убивать ты все равно под колпаком ну это же не снимает с меня подозрения разумеется всему свое время у моего дома были двои люди я вообще не в курсе значит или наше или крот постарался а нашим то зачем за тобой следить? очевидно есть причина это что? это главная часть нашего плана международная архитектурная выставка смотри чтобы поймать крота нужно его выманить подсунуть ему наживку связного покупателя информации а если он знает связного? ты прекрасно знаешь, что в девяти случаях из десяти продавец и покупатель не знакомы друг с другом мы конечно рискуем, но другого выхода у нас нет времени очень мало сейчас в Москву съехались архитекторы со всего мира отличные легенды для подставного связного нужно только найти среди них того кто годится на эту роль помощь нужна нет, у меня есть к кому обратиться руки вверх привет в смысле да, это очень не хватало покажите, покажите ой, профессор Маша, привет я Маша мы здоровались только что Даша, привет ну что, вам снова понадобилась квалифицированная хакерская помощь точно ой, а сколько ж мы не виделись то ну, мы уж думали вас замелись с вашими темными делишками а вот если нас возьмут за это само место, то мы вас первым сдадим спасибо а вы знаете, что у нас расценки поднялись? а что так? ну, как так? кризис очень жаль ну, для постоянного-то клиента мы можем и скидку сделать сколько? семь процентов восемь девчонки, не ссоритесь семь с половиной про деньги я все помню, деньги вперед вы что-нибудь в архитектуре, понимаете? конечно не видно ну, и зачем вам это надо? частный заказ халтурите ну, профессорский не протянешь, понимаем сами такие что будем искать? архитекторов ага, вам все равно какие или есть предпочтения? нужны американские, подешевле из подбочной репутации зачем такой? проще будет договориться вот все все да девчонки вот блин к я как вот Чего вы так смотрите на них? Вы кино любите? Что же его не любят-то? Никогда не замечали, что по начальным титрам можно определить, хороший будет фильм или нет? А, типа интуиция? Типа профессия. Забавное лицо. А вот этого пробей. Так, этого мужика зовут Эндрю Блейк. Из тех архитекторов, приехавших в Москву, этот законченный лузер. Его никто сюда не приглашал. Он мотает во всем выставкам за свой счет и счетвальных наглых клиентов. А, подожди, здесь смотри, про него интересная статья. Типа самый шизанутый архитектор Америки. Кстати, шизанутый в плохом смысле. Ну, это вряд ли тот, кто вам нужен. То, что надо. Но он же идиот. Мне больше нравится непризнанный гений. Мистер Блейк. Привет, приветствую. Привет. Моя фамилия Скоропахушников. Примильнику устроились. Я представляю интересы господина Вастрособойникова. Главы фирмы Рослаб Техмаш. Крупнейшей машиностроительной фирмы в Восточной Европе. Слушай, а я не понимаю... Визитка в машине оставил. Ради бога, извините. Визитки в машине. Я вас запутал. Запутал, запутал. Я вижу. Сори, а что в чем... Что в чем? О чем речь идет? О проекте стоимостью сто миллионов долларов. Доллар? Бред. Бред. Посмотрите. Посмотрите, какой бред подсунули нам наши архитекторы. Сори, а... Ничего более убогого мой босс за всю жизнь не видел. А ему нужен западный стиль. Хорошие очки. Сори, а... Вы предлагаете мне контракт? Пока. Я хочу уточнить, как обстоят дела с вашей занятостью. Мы понимаем, вы занятой человек, востребованный один миллион долларов. В качестве гонорара вас устроит? Не торопитесь. Не спешите. Все хорошенько обдумайте. Звесьте. И сразу позвоните мне. Сори, а телефон? На визитке. Ради бога, извините. Визитка в машине. Я вам сам позвоню. Вечером после выставки. Какой у вас номер? 2-1-1. Thank you. Возможно, босс сам захочет с вами встретиться. Поверьте мне. Более заманчивого предложения в России вам вряд ли кто-нибудь сделает. Хорошие очки. Вот, идеальная кандидатура. Я его уже прощупал. Он даже не поймет, что это было. Стопроцентный дилетант. Что еще потребуется? Свежий ЦРУшный телефонный номер. Но так, чтобы наши смогли его быстро пробить. Штаб-квартира в Будапеште подойдет? Да. Ну, тогда считай. Номер у тебя уже есть. Отлично. Завтра утром собираю отдел и начинай операцию. И будь все время на связи. Кира, здравствуй. Добрый вечер. Ух ты. Красота. Нравится? Здорово. Как называется? Первые арбузы. Мне же одно. А почему? А что они такие желтые? Ну, они же первые. А, не созрели, значит. А почему такой формы? Я так вижу. Нет, здорово. Я, правда, в современном искусстве так не очень никак-то. Да ладно, расслабься. Это же спелая груша на столе. Пойдем чай попьем. А я хотел пригласить тебя поужинать. Меня? Да ладно. Ну, я, честно говоря, с утра ничего не ела с этими арбузами. И в холодильнике только чай. Вообще, меня сто лет никто в ресторан не приглашал. Пять минут есть у меня на сборы? Есть. Ну, рассказывай. О чем? О себе, конечно. А то получается, что я сижу в ресторане с незнакомым мужчиной. Ну, о себе. Я обычный, 44-летний мужчина. И все? Видимо, да. А ты в курсе, что девушкам не нравятся обычные мужчины? Я, честно говоря, в этом деле дилетант. Все, и вы стараетесь быть дилетантами. А потом на деле оказываетесь такими профессионалами. Ну, ладно, подам тебе пример откровенности и расскажу немного о себе. Я на вид обычная девушка, но с детства мечтала статья Алла Погачевой. Не сложилось. Я закончила пищевое и стала технологом консервов и пищеконцентратов. Вот как-то так. Потом выскочила замуж за одного одноклассника. Ну, это Олег с пистолетом, ты его видел. Развелась, богатства не скопила, детей не нажила. И вот она я. Сижу себе в ресторане с обычным 44-летним мужчиной. Трескаю спагетти и... Жизнь налаживается. А рисовать давно начала? Эта болезнь у меня еще с детства, лет с пяти. Мне тогда все говорили, что у меня определенно талант. Но одним талантом сеть не будешь. И родители для подстраховки отправили меня в пищевой. Ну, в спецы по консервам. Но ты же все равно стала художницей. Из вредности. А знаешь, когда в тридцать два начинаешь жизнь заново... Прикольно. Ты не пробовал? Мне... Мне всегда казалось, что нельзя начать жизнь заново. Судьба у человека одна, раз и навсегда. Антураж только может меняться, а суть нет. И откуда в здоровом 44-летнем мужчине такая испанская грусть? Все в наших руках. За тебя. Спасибо за ужин. Тебе спасибо. У меня есть обалденный рисовый чай. Не хочешь? Ну, лопин, чай. Знаешь что? Что? А ты не такой обычный, каким хочешь казаться. У тебя чувствуется второе дно. Как это? Ну, это когда в одном человеке другой человек. Как шампунь и кондиционер в одном флаконе. Это хорошо или плохо? Надо пробовать. Но я неприхотлива. У меня только на одну аллергия. На вранье. Поэтому, если ты когда-нибудь захочешь мне соврать, ты помни об этом, ладно? Лучше соврите. Не говорите ей правду. Ее состояние и так слишком тяжелое. Вы ничего не измените. Только... Только ухудшите. Что? Совсем страшно? Есть немножко. Что они говорят? Что не стоит волноваться. А еще что? Они все очарованы домой. Они сказали, что для больной у тебя слишком здоровое чувство юмора. Сколько? Сколько мне осталось? У нас с тобой вся жизнь впереди. Да. Дурацкая была идея с чаем. Пойду я спать. Поздно уже. Спокойной ночи. Мы располагаем информацией, что в Москву секретной миссии прибыл эмиссар ЦРУ. Кто он, неизвестно. Цель визита неизвестна. Мы должны вычислить его и узнать, что ему нужно. Источник утверждает, что объект находится среди гостей архитектурной выставки. Источник проверенный? Более чем. Еще вопросы есть? Ну тогда работаем. Первое. Установить тотальное наблюдение за гостиницей. Обеспечить прослушивание всех телефонных линий. Ни один звонок не должен остаться незафиксированным. Все твои люди должны быть задействованы в операции. Любой из них может оказаться кротом. Понял. Все уже там. Когда тебе сообщат о звонке архитектору, якобы по линии ЦРУ из Бутапешта, тебе будет необходимо тут же исчезнуть. Крот наверняка занервничает. Не может не занервничать. Мы должны контролировать каждый этаж, каждый номер, каждого постояльца. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас забронирован. Если крот выдаст себя, мы должны быть готовы взять его с поличным. Докладывать об обстановке каждые 10 минут. Лично мне. Девчонки, я помню, вы как-то хвастались, что взломали какую-то австралийскую телефонную компанию. Ошибки молодости. А совершите, пожалуйста, еще одну ошибку. Не меня. Ну, за дополнительную плату? Естественно. Нужно позвонить в эту гостиницу, вот в этот номер. Как бы из Бутапешта, с этого телефона. Не вопрос. Давай. Пошел звонок из Европы. Чего дальше? Чего это было? Шекспир. Шекспир? Шекспир. Номер, с которого сделан звонок, у нас в черных списках. ЦРУшная линия. Венгрия, Будапешт. Все идет по плану. Следователь СБ приедет с минуты на минуту. Первый, это седьмой. Архитекторы звонили из Будапешта. И штаб-квартиры ЦРУ. О чем они говорили? По сути, не было никакого разговора. Мужской голос сообщил примерно следующее. Меня останавливает одно. Умерев, я оставлю свою любовь в одиночестве. Все. Похоже, это наш клиент. Первый, это седьмой. Тут к нам следователи из собственной безопасности. Понял, иду. Первый, это седьмой. Первый, это седьмой. Первый, ответьте, это седьмой. Он больше не отвечает. Ночинами установлено, что копирование секретной информации производилось из компьютера начальника вашего отдела. Местонахождение его устанавливается. У меня к вам бдительная просьба. Быть абсолютно бдительными. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы эта информация ушла за границу. Так что слушайте, наблюдайте и обо всем докладывайте мне. Алло, добрый день. Это по поводу архитектуры нового проекта. Занят американцу. Договорится о встрече на Поклонной горе. Вы думаете, он клюнет? А почему мы так уверены, что это именно он, а не оно? Я могу только предполагать, кем бы он ни был, для американцев он просто крот. Человек, обладающий важной информацией. До последнего времени все шло по его плану. Но после неожиданного побега Владимира, все перевернулось с ног на голову. Теперь крот будет думать, что Владимир разыгрывает точно такую же партию. И если Владимир первым выйдет на американцев, он первым получит деньги. И все старания крота пропадут даром. Поэтому он и вынужден будет рисковать. При таком раскладе у него не остается выбора. Или он продает информацию, или ее продам я. Продолжение следует... Я Лис. У нас очень мало времени. Элис, я Лис. Элис. Вот то, что вам надо. На поклонную нельзя, это подстава. Неплохой костюмчик. Нипочем нынче предательство. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Все. Приехали. Привет. Привет. Здорово. Как дела? А по мне не видно? Нет. У меня все просто обалденно. Может, сходим куда-нибудь? Чего? Сходим куда-нибудь. А завтра? Боюсь, завтра тоже ничего не выйдет. Меня пригласили на одно мероприятие. А в воскресенье? Стоп! На этом месте, думаю, стоит объясниться. Мы с тобой уже не дети и, я думаю, нет смысла устраивать пионерских утренников. Я просто не привыкла брать на себя повышенные обязательства. Тем более, что моя интуиция мне подсказывает, что... Ты, конечно, мужик неплохой, но не мой. Хотелось бы мне поболтать с твоей интуицией с глазом на глаз. Моя интуиция болтает только со мной. Помнишь, я тебе говорила про твое второе дно? Угу. Забудь. Загадка должна быть у женщины, а не у мужчины. А о чем-то я ничего... Не перебивай меня, я сама перебьюсь. Я чувствую, что ты что-то от меня скрываешь. А если я такое чувствую, ничего не выйдет. Я уже не девочка, я не хочу общаться с человеком-пауком. Сегодня ты один, завтра ты другой. Послезавтра я не хочу гадать, каким ты будешь. Я просто в очередной раз не хочу влипать в дурацкую ситуацию. Ты не понимаешь... Ничего не говори и не отвлекай меня. Я работаю, а ты мне мешаешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вас предупредили, что весь наш разговор будет записываться? Вас. Значит, будешь молчать? Егор, ты должен нам помочь. Ну говори, говори, говори. Не молчи. Рассказывай. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня попросили побеседовать с вами. Чтобы на меня все смотрите. Пытаюсь понять. Меня? Нет. Тех, на кого вы работаете. Не укладывается в голове. Зачем вы им понадобились? Я не понимаю, чего вы от меня хотите. Егор, послушайте, ты должен нам помочь. Не укладывается в голове. Мне нечего вам сказать. Я не понимаю, почему ты не хочешь говорить? Что вы им собирались передать? Зачем вы им понадобились? Я уверен, что угодил в искусственно поставленную ловушку. Этот крот, которого мы взяли, точно, я уверен, это не тот, кто нам нужен на самом деле. Нам его просто подбросили, как наживку, а мы ее проглотили. У вас есть доказательства? В том-то и дело, что нет. Но я их попробую найти. Не хотел бы я, чтобы вы оказались правы. И еще я бы не хотел бросать университет. Нет проблем. Продолжайте преподавать. Вам даже не придется менять легенду. Мы уже обо всем позаботились. Проект будет называться «Лектор». О нем знают ограниченное количество людей. Кое-кто на самом верху. Мы с вами. И Владимир. Фактически, вы получаете полную свободу и самостоятельность. Ну, в разумных пределах, разумеется. Вы будете работать параллельно с официальными службами, но без официального статуса. Это касается исключительных, особо трудных заданий. Ваше участие нигде не будет афишироваться. А со стороны ваша жизнь никак не изменится. И я не буду числиться в штате ФСБ? Нет. А если мне понадобится ваше содействие? Что именно? Ну, что-то вроде письма кардинала, помните, из трех мушкетеров. Податель всего письма, действует в интересах, ну и так далее. Я дам вам номер своего телефона. Один ваш звонок и все вопросы будут закрыты. Есть только одна просьба. Не злоупотреблять звонками. Ну, какие новости, Майкл? Лис сообщил, что отвел от себя угрозу и готов передать информацию. Я уже начинаю верить, что ему удастся переиграть Санту. Похоже, этот лис действительно крупная рыба. Вы еще больше удивитесь, сэр, когда узнаете, что именно он собирается нам продать. Ну, говори, говори, не молчи. Ну, говори, говори, не молчи. Не молчайся. Егор, ты ведь женат? Молодец. Они уже почти поверили, что ты крот. Продолжай в том же духе. И тогда с твоими родными ничего не случится. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я уверен, что угодил в искусно поставленную ловушку. Этот крот, которого мы взяли, точно, я уверен, это не тот, кто нам нужен на самом деле. Нам его просто подбросили, как наживку, а мы ее проглотили. У вас есть доказательства? В том-то и дело, что нет. Но я их попробую найти. Не хотел бы я, чтобы вы оказались правы. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Молодец. Они уже почти поверили, что ты крот. Продолжай в том же духе. И тогда с твоими родными ничего не случится. И еще я бы не хотел бросать университет. Нет проблем. Продолжайте преподавать. Вам даже не придется менять легенду. Мы уже обо всем позаботились. Проект будет называться «Лектор». О нем знают ограниченное количество людей. Кое-кто на самом верху. Мы с вами. И Владимир. Фактически вы получаете полную свободу и самостоятельность, ну, в разумных пределах, разумеется. Вы будете работать параллельно с официальными службами, но без официального статуса. Это касается исключительных, особо трудных заданий. Ваше участие нигде не будет афишироваться, а со стороны ваша жизнь никак не изменится. И я не буду числиться в штате ФСБ. Нет. Полгода тому назад я был завербован сотрудником американского посольства. Через кого осуществлялась связь? Я получал задание по интернету. Через кого осуществлялась связь? Я знаю только кодовое имя. Элис. Еще раз сначала. Полгода тому назад я был завербован сотрудниками американского посольства. Ну, говори, говори, говори. Я знаю только кодовое имя Элис. Это была обычная проверка. Я должен был выкрасить его незначащий файл. Я должен был продемонстрировать им свои возможности. Они ждут моего ответа. Понятно. С кем ты уже успел встретиться в Москве? Я уже все сказал. Оставьте меня в покое. Пойми, Егор, тебе уже никто не поможет. Кроме тебя самого. Вы ведь женаты. И у вас есть дочь. Какое это имеет значение? Не похоже, что вам плевать на нее. Еженедельные, ежедневные. Политические, экономические, даже эротические. Словом, газеты на любой вкус. Признаться, я их даже не выбирал. Покупал все без разбору. Кто-нибудь поможет мне раздать их? А кому какие раздавать? А это как получится. Кому как повезет. Раздавайте, не глядя. Сегодня мы вам учиться читать между строк. Итак, ваша задача – обнаружить в газете то, чего нет ни в статьях, ни в заголовках. Зато есть между строк. Назовем это сверхзадачей. Она есть у каждого маломальски значимого средства массовой информации. Она первостепенна. Сверхзадача – это то главное, что должно осесть в мозгу каждого читателя. К примеру, пишут о спорте, откладывается о национальной идее, говорится о кино, а подразумевается предвыборный контекст. Берется интервью одного политика, а между строк говорится совершенно о другом. Это не афишируется, но подразумевается. Сэр, лист прислал то, что обещал. Наши специалисты проверили – это коды противоракетной обороны русских. Правда, это только первая часть файла, но лист готов нам продать вторую половину. Он настаивает на передаче в Москве. Коды будут в зашифрованном файле, под видом обычных системных данных. Лист ставит условие – сразу после передачи мы должны будем ликвидировать его связного. Это все очень рискованно, но по-другому он не соглашается. Конечно, он не согласен, Мэйки. Он хочет подставить связного и спрятать концы в воду. По-моему, вполне логичная комбинация. Ладно, отправляй Кима в Москву. Завтра ты вылетаешь в Москву. Здесь корейский паспорт с российской визой. Адрес гостиницы, кредитная карта. Сделай все как надо. Это дополнительная проблема. Запомни его как следует. У нас он известен как Санта. Его стоит опасаться. Удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так. Тринадцать пятьдесят шесть. Файл по делу номер... Да что ж такое? Триста сорок два С. Не содержит никакой секретной информации. Стандартные системные данные. Проще говоря... Мусор. Что же речь это какая? О, Господи. Похищенный файл сам по себе ничего не значит. Ну и зачем он тогда ему понадобился? Вариантов два. Первый. То, что лежит на поверхности. Егор и есть настоящий крот. И похищенным файлом он хотел показать американцам, что имеет доступ к сверхсекретной информации. Ну, просто набивал себе цену. А второй вариант? А второй вариант держится пока исключительно на моей интуиции. Я понимаю, что этого мало. Но сбрасывать со счетов я бы его не стал. Вы по-прежнему думаете, что нам его подбросили? А я не удивлюсь, если ЦРУ тоже использует дилетантов. А почему он тогда нам об этом не расскажет? Ну, очевидно, они нашли способ заставить его замолчать. У вас есть какой-то конкретный план? Егор дилетант, и работать с ним надо, как с дилетантом. Ну, ничего себе дилетант. Шесть лет в ФСБ. Да, и все это время он играл по нашим правилам. А теперь переметнулся и стал играть против своих. И в результате повел себя как новичок. Он слишком уязвим для профессионала. И потом продавать Родину – занятие нервное. Оно ему явно в новинку. По-моему, Егор еще не исчерпал лимит роковых ошибок. Надо готовить его к встрече с покупателем. В конечном итоге, это единственная ниточка, за которую мы можем ухватиться. И я бы еще раз перепроверил эту флажку. Как-то странно, что на ней нет вообще ничего стоящего. Пользователь Элис не в сети. В камеру установили интернет. Мы готовы в любую минуту выйти на связь с посредником. Если только таковой объявится. Должен объявиться. Он же не знает, что ли засветился. Кто знает, что они знают. Ты пиццу греешь, а ты на этот сок выжимаешь. Нет, это тоже ты делаешь. Нет, а почему я должна это делать? Потому что я за тебя буду доделывать всерьез в неделю. Пусть едем. Здравствуйте, Маша и Даша. Ты опять дверь не закрывала? Все в порядке, девочки. Дверь была закрыта. Что это? Вызов. Вашим талантам. Можете считать это проверкой вашей крутости. Скажите, профессор, а кто же вы на самом деле? Ваш самый большой поклонник. А потом окажется, что мы помогали американскому шпиону. И нас закатают в тюрягу по полной программе. Я вас когда-нибудь подводил? Нет. Нет. Знаете, что бы я сделал, если бы был действительно американским шпионом? Ну, что? Убил бы вас после первого раза, когда вы мне помогли. Настоящие шпионы не оставляют таких опасных свидетелей, как вы. Ладно. Что там? Всего один файл. Делайте с ним все, что хотите, только узнаете, что там внутри. Нужен с тему. Такой устроят? Добрый вечер. Чем я могу вам помочь? У меня забронирован номер. Ваше имя, пожалуйста. Ким Ченг Мяу. Элис вышла на связь. Ау, Элис. Давно не слышались. Как насчет тусануться? А ты шустрая. А ты шустрая. Хе-хе, круче. Я просто дикая кошка или киска. Как тебе больше нравится? Так что, я не знаю, какая кошка или киска. И он не такой кошек. Я не знаю никакой кошки или киски. Я просто дикая кошка, которая доча или киска, которая доча, как тебе больше нравится? И как ты собирался встретиться с этой Элис? Я думал, смогу ее вычислить. Они как-то намекнут, я догадаюсь. Намекнули? Догадался. Думай. Час назад, Элис общался в сети с Элисом. Судя по всему, Элис уже в Москве, но мы не знаем, где ее искать. Вот текст переписки. Элис действительно дилетант. У него не было плана, как искать Элис. Получается, они договорились о встрече, но не оговорили ни место, ни время. Мы пробили через пограничников похожие фамилии из тех, кто прилетел в Москву за последние две недели. Если исходить из того, что подсказка была в тексте, нам подходит только одна туристка. Где она? А, вот. Энн Кэт Стрэнд из Норвегии. Ну, на киску она не очень тянет, ей за шестьдесят. Но все-таки Кэт. Ее проверили? Сегодня ночью она улетела домой. Больше ни кисок, ни кошек, ни Элис. Мы разбили текст переписки по словам, пропустили через компьютер. Никаких совпадений. Мяу. Что? Мяу. Что значит мяу? Мяу. Мяу. Мяу есть мяу. Мяу не переводится на английский. Не переводится. Она переписывается. Вот она. Наша киска. Ким Ченг Мел. Ким Ченг Мел. Только громче. Сегодня, после обеда, у вас. Ну что, начинаем игру в дилетантов. Как меня слышно? Отличная слышимость. Он остановился в номере 808. Если все пройдет без глупостей, тебе это зачтется. Он прибыл в гостиницу. Встречайте. Понял. Ждем. Без моей команды ничего не предпринимать. Объект проследовал в номер. Это я вам звонил. Проходите. Спасибо. Без слегка COMPANY Что? Что? Кcheck я их pix collapses. Пишите. Алло, кто это? Лена, это я. Слушай меня внимательно. Ты где? Я чуть с ума не сошла. От тебя три дня ничего не слепила. У меня все в порядке. Скажи, к тебе кто-то приходил, звонил? Ты что-то странно замечала? Нет, а что случилось? Все, что тебе потом будут рассказывать, это неправда, не верь ничему. У меня не было выбора. Я люблю тебя. Береги детей. Мам, это папа? Все в порядке, мы можем говорить. Это мера предосторожности. Я должен был проверить комнату. С чего начнем? Ну, конечно, с файла. А деньги? Всему свое время. Я все должен тщательно проверить. Ведь я плачу не за флешку, а за то, что на ней записано. Логично. Все. Что там происходит? Он проверяет файл. Долго он будет проверять его? Час-два. Все в порядке? Да. Хорошо. Посмотрите пока ТВ, я должен все проверить очень тщательно. Все, пошли. Пошли. ТВ, ПОЛОСА В центр, пожалуйста. И что мы имеем? Кореец понял, что это ловушка и ликвидировал агента. Получается, что мы потеряли все зацепки. Да? Наверху очень доволен нашими результатами. Теперь у них появилась отличная возможность показать всему миру, что ПВО русских ничего не стоит. Принято решение, что пришло время какой-нибудь маленькой европейской стране пострадать от ракетного удара террористов. И тогда у нас появится повод разместить свои ПВО в Европе. Люди Хамеди могут устроить ракетный удар. Только нужно их немного разозлить. Так в чем дело, Майки? Один из братьев Хамеди в нашей польской тюрьме. Используй его. Никто не знает, что Масуд Хамеди сейчас находится в нашей тюрьме. Для всего мира этот террорист до сих пор в розыске. Вы должны отправиться в Польшу. Никто не должен заподозрить, что мы причастны к этому делу. Если возникнут проблемы с поляками, прикрыть от нас не ждите. Мы понятия не имеем, кто вы и кто вас послал. Продолжение следует... Телефон доверия службы безопасности Польской Народной Республики. Дежурный офицер Томашевская. Я вас слушаю. У меня есть информация по местонахождению Масуды Хамени. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первый, первый, я Висла. Мы видим его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Висла, я первый, понял. Действуйте аккуратно. Первый, я Висла. С ним что-то не так. Похоже, ему плохо. Нужна медицинская помощь. Висла, я первый, вас понял. Срочно везите его в госпиталь. Он ни в коем случае не должен умереть. Первый, я Висла. Приказ понял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первый, я Висла. Кто-то выстрелил в него. Первый, первый, я Висла. Я знаю, что это нарушение инструкции, поэтому не хотел тебя светить. У тебя есть прямой допуск, а у меня нет. А откуда ты знаешь? Это первый и последний раз, когда я тебя о чем-то прошу. Случилось-то что? Не могу найти одного человека. А мне очень нужно это сделать. Он исчез, три дня не появляется дома. Кроме имени и адреса у меня ничего нет. А почему ты думаешь, что он исчез? Может, ты ошибаешься? Я живу с ним в одной квартире. Комнату снимаю. И давно? Две недели. Это имеет какое-то отношение к работе? Это имеет отношение только ко мне. Как зовут человека? Кира. Она живет вот здесь. Человек, говоришь. Параметры поиска. Журавлева. Журавлева. Кира. Идет поиск. Найдено одно совпадение. Ну? Ну? Что «ну»? Нашел что-то? Ну подожди, дай отдышаться. Потом отдышишься, я на лекции опаздываю. А на «спасибо» я хотя бы могу рассчитывать? Спасибо, спасибо, спасибо. Пожалуйста. Ну вот смотри, это мобильник твоего человека. К счастью, телефон был включен, и нам не составило труда его отследить. Я понял. Ну, подожди, вот здесь записаны все передвижения мобильника за последние два дня. Ну, судя по всему, с твоим человеком все нормально. С чего ты взял? Ну, эти три дня человек провел в одном респектабельном доме на Остоженке. Думаю, что силы его там никто не удерживал. Но, на всякий случай, я пробил адрес хозяина дома. На, может пригодиться. Спасибо. 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 Здравствуйте. А что это вы здесь делаете? Ушел мимо. Дай, думаю, зайду, посмотрю, как вы работаете. А откуда вы знаете, что мы здесь работаем? Судьба. А, конечно. Опять хотите казаться загадочнее, чем вы есть на самом деле? Нет, честно. Был в гостях, мне сказали, в соседнем подъезде какая-то одержимая художница стены раскрашивает. Я знаю только одну одержимую художницу. Тебя. А остальные, что ли, не такие одержимые? Какие остальные? Ох уж, мне этот твой отработанный способ клеить женщин. А когда ты заканчиваешь? Ну уж точно не сегодня. И точно не завтра. И вообще это некорректный вопрос. Я же здесь все-таки не дрова руды. Я работаю. А ты мне мешаешь. Уже ухожу. Вот и отлично. Но только после того, как ты пообещаешь мне принять мое приглашение. Хм, интересно. Какое? В ресторан-то мне уже приглашал. Для кино мы вроде как уже не дети. Театр я не люблю. Я хочу пригласить тебя на мою лекцию. В университет. Куда? Ну зачем? Чтобы окончательно развеялись твои сомнения на мой счет. Это, наверное, так скучно. Сама увидишь. Я подумаю. Когда будет время. А пока у меня его нет. Такой ответ вас устроит? Вполне. Я могу очень долго думать. Может, ответишь? Успею. А вдруг это какая-нибудь очередная студентка звонит? Это вряд ли. До встречи. А я еще не сказала. Да. Мне понравилось. Подожди. Это я еще не закончила. Мне понравилось, как ты меня ревнуешь. Что? Что? Вы что-то нашли? Что-то? Что-то это слишком ущербное слово. Мы нашли все. А, в общем, так. Этот файл только на первый взгляд кажется таким безобидным. Это оболочка. Шифровка, прикрытие. В общем, там совсем другая тема. Мы не все поняли. Там какие-то спутниковые кодировки какой-то Караджановской... Караджанской... А, Караджанской радиолокационной станции. Насколько мы сечем в этом деле? С помощью этих кодов можно превратить нашу противоракетную оборону в решето. Наши агенты в Польше сработали чисто. Хамеди жаждет мести. Осталось только дождаться ключа от Лиса, и коды противоракетной обороны русских будут у нас в кармане. Завтра я встречаюсь с Персом. Постараюсь убедить его в том, что спешить не надо. Все уже готово? Птичка на взлете. И она способна долететь до цели? Для программы «Ассамут» Саддам покупал новейшие технологии у корейцев. Перс говорит, что такая птичка способна долететь даже до Лондона. А если русские задергивать раньше времени? Они понятия не имеют, что мы затеяли. Наша птичка спокойно взлетит и долетит до цели. Все будет как планировалось. Максимум эффекта, минимум жертв. В 98-м Барселоне тоже все шло как планировалось. Пока не умешал село. Санта. Майкл, его никогда нельзя сбрасывать со счетов. Никогда. Боевики радикальной группировки армии Хамеди разместили в интернете свое видеообращение. Они пообещали отомстить за смерть брата своего лидера Масуды Хамеди и нанести сокрушительный удар по Польше. Сейчас в Варшаве приняты повышенные меры безопасности. А в ряде арабских стран усилена охрана посольств Польши. Птичка в любой момент готова сорваться. Стоит только приоткрыть клетку. Попридержи их. Еще не время. Ты знаешь, после смерти Масуда с ними трудно иметь дело. Фанатики. А ты подбери нужные слова. Я постараюсь. Постарайся. Если предположить, что с неконтролируемых территорий на границе Ирана или Ирака будет осуществлен ракетный удар, с помощью этих кодов и имея своего человека среди личного состава станций, можно разорвать связь между РЛС и спутником. Тогда мы не сможем вовремя засечь и перехватить ракету. И весь мир убедится в необходимости размещения американских ПРО в Европе. Президент России предложил использовать ориендуемую нашей страной Караджанскую радиолокационную станцию дальнего обнаружения как элемент совместной российско-американской системы ПРО. Если Америка согласится на такой вариант использования РЛС, ей придется отказаться от размещения в Восточной и Центральной Европе элементов системы ПРО. Теперь слово за твоим персом. Он ждет только нашей команды. Какой команды, Майкин? Неужели мы станем отдавать команды террористам? Эти фанатики живут по своим сумасшедшим законам. Я бы рад их остановить, но у меня нет такой возможности. Птичка может лететь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В данный момент ракета находится над акваторией Чёрного моря. Мы успели поменять коды. У ракеты нет шансов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что там происходит? Русские сбили ракету, сэр. Это Санта. Дождитесь контакта с Лисом. Я должен знать, что там произошло. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Если ты думаешь, что за все за это я тебе снижу кварплату, ты глубоко ошибаешься. Жильцов следует держать на коротком поводке. Хотя мужик с пылесосом смотрится весьма брутально. Мне такие еще не попадались. Я еще умею вишню сужарить. Вау! Начинаю верить принцам. Ой. Как насчет моего приглашения? Сходить на твою лекцию? Ну, я пока думаю, если будет время, чтобы застать тебя врасплох. Слушай, мне так все это надоело. Что? Мне тоже. Какая мне разница, обманываешь ты меня или нет, если мне это нравится? Я чувствую, что я опять наступаю на те же самые грабли. Но ведь это моя жизнь. Значит, и грабли тоже мои. Правда? Тогда, может быть, слушай меня. Санта что-то подозревает. Мне нужно прикрытие. Хороший Санта – мертвый Санта. Отец Дамаскин. К сожалению, патриарх сейчас не сможет воспринять. Он неважно себя чувствует. Я, наверное, что-то неправильно сказал. Я прилетел сюда прямо из Косово. Я монах монастыря Святой Троицы. И все равно придется подождать. Сколько? Как минимум до завтра. Нельзя ждать. Монастырь захватили. Нас выгнали. Они могут все уничтожить. Это печальное известие. Мы будем молиться о вас. Вы неправильно у меня понимаете. Я сюда прилетел не ради себя и даже не ради других монахов. Я сюда прилетел ради нее. Ее надо спасать. Она еще там. И только я знаю, где отец предрых попросил меня. И я успел ее спрятать. Но если все взорвется, вы не понимаете. Она может погибнуть. Вы должны сообщить обо мне патриарху. Кто может погибнуть? Троица. Икона? Троица Феофана Грека. Никто не говорил раньше об этой иконе. Поэтому вы ее не знали. Ее привез с собой один русский офицер сразу после революции. Его похоронили на монастыльском кланбища. Икона осталась. Это очень древняя икона, очень древняя. Такой второй больше нет. Вы уверены, что это Феофан Грек? Она не должна погибнуть, не должна. Отец Дамаскин, дождите меня здесь. Они беседовали около получаса. Затем патриарх вернулся в свою резиденцию. Но меня тут же вызвали наверх. И то, кто уже знаешь. Мы должны попытаться сделать то, что сделать практически невозможным. Мы должны спасти икону. Мы теперь работаем как ЮНЕСКО? Есть информация, что существует негласная договоренность между командованием миротворческих сил ООН и армией освобождения Косово. О разрешении проблем, связанных с так называемым сербским меньшинством. Окончательное решение сербского вопроса. Уже намечен целый ряд провокаций, терактов, похищений. И на все это миротворцы благополучно закроют глаза. А в это время в Северном Косово фактически начнется истребление сербов. Кто-то испугается и станет беженцем, а кто-то не испугается. И умрет в Косово. У сербов скоро грядет большой праздник, беда в дан. А накануне боевики АОК собираются взорвать монастырь Святой Троицы, недалеко от границы Сербии. Они намерены спровоцировать конфликт и развязать бойню. Икона оттуда. Ну а почему мы не можем подключить журналистов и не передать им информацию, которую владеем? Да потому что данные, которыми мы располагаем, не являются неопровержимыми доказательствами. Нужен более веский информационный повод. Такой, как эта икона. Это не просто икона, а одна из величайших православных реликвий. Сколько у нас времени? Времени почти нет. Максимум трое суток. Икона спрятана на территории монастыря. Где она находится, точно знает только один человек. Надо полагать, он найдет ее быстро. Кто он? Монах Дамаскин Лазович. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотри под ноги. Если не хочешь, чтобы это все взлетело на воздух вместе с нами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что не дождусь, когда это все взлетит на воздух. Недолго ждать осталось. Жалко. Успели восстановить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отец Дамаскин? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Простите, мои знакомы? Заочно. Вы не могли бы уделить мне немного вашего времени? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думал, ты скажешь, по крайней мере, привет, придурок. Привет. Но все равно придурок. Что случилось? Ничего. Ровным счетом ничего. Ну, на ничего это не похоже. А на что это похоже? Как один не очень хороший человек, которому я две недели расписывала спальню розовыми фламинго, просто отказался платить мне за работу. Посмотри на меня. И запомни, так выглядит человек, которого только что откровенно кинули. А ну-ка расскажи мне, почему он отказался платить? Я не знаю. Просто у него баба сменилась. Одна просила разрисовать спальню розовыми фламинго, а другой Тигров подавай. И все за одни и те же деньги. Кто по-твоему прав? Ты, конечно. Потому что… И поэтому мне и плохо. Здравствуйте. Чего-нибудь желаете? Водки, пожалуйста. А мне чаю? Вы? Вы работаете на специальные службы? Но это вы же попросили о помощи? Да, но я не думал. Такую помощь вам не предоставит ни одно духовное лицо. Простите меня, но мне казалось, патриарх, он же... К его словам прислушиваются, он же может обратиться. Да, действительно, к его словам прислушиваются, и он может обратиться, но вряд ли в Косово его кто-нибудь услышит. Это неправильно. Увы, отец Дамаскин, но это так. Так же не может быть везде. Скажите, вы газеты читаете? Нет. А телевизор смотрите? Я редко выходил из монастыря. Вы хотите спасти икону? Я понимаю, это очень рискованно. Никогда ничего подобного вы в своей жизни не делали. Это страшно, это опасно. Но без вашей помощи мы ничего не сделаем. Вы единственное знаете, где находится икона и как она выглядит. Я не солдат, я служитель Господа. Значит, на время вам придется стать солдатом. Сербы дали подтверждение. Их человек будет ждать в Приштине. Его зовут Златан. В случае форс-мажора вы сможете уйти в Сербию по этому коридору. Простите, я ничего не понимаю в картах. Совсем. Я, я не смогу воспользоваться дружием. Я не умею водить машину. Вам необходимо сбрить бороду. Это исключено. Ну, послушайте, вы же ни шагу не сможете ступить. Не все же сразу поймут, кто вы. Нет. Да это бесполезно. Мы не можем посылать на верную смерть человека. Он не справится. Ты в этом уверен? Абсолютно. Да этот монах, он не от мира сего. С ним вообще нельзя договориться. Он не воспринимает никакую информацию. Я на себя такую ответственность брать не могу. А может быть, ты просто не умеешь работать с дилетантами? Здравствуйте. Меня зовут Максим. Дома с кем? Приятно познакомиться. А вы, простите, кто? Мы будем вместе работать. Работать. Успокойтесь, светодица. Больше никакого оружия. И выбросьте из головы эти карты. Это все, что вы возьмете с собой, светодица. Обыкновенный телефон. Вы сможете звонить мне, а я вам. Но больше никуда и никому. Это наша персональная связь. Сигнал идет через наш спутник. Без всяких роумингов, операторов. Я не смогу быть рядом с вами, но я попробую быть в вашей голове. Простите. Вот это необходимо будет вставить в ухо. Когда захотите позвонить мне, нажмите вот на эту кнопку. Для этого даже не нужно вынимать телефон из кармана, чтобы не привлекать внимание. Вы говорите, а я вас услышу. Будьте уверены. А вот бороду все-таки придется сбрить. Я сказал, это невозможно. Я не могу настаивать. Вы не солдат, я не ваш командир. У нас с вами есть крохотный шанс на успех. Мы или воспользуемся им, или нет. Это уж вам решать. Вы сами понимаете, монаха они на пушечный выстрел к монастырю не подпустят. Хорошо. Боро мой, боро мой. Боро мой. Боро мой. Отец Замаскен, Через два часа вылетает ваш самолет. До Лондона. Из Лондона вы полетите в Косово. В Приштине вас будет ждать человек. Его зовут Златан. Вы можете доверить ему. Я отвезу вас в Косовскую Митровицу, Святой Отец. Там будут все необходимые продукты, иконы. Косовская Митровица. Связь. Оружие. Позвоните по этому телефону. Человека зовут Фатос. Он албанец, но за деньги сделает все, что угодно. Он торгуется иконами. Ходит по разграбленным храмам, собирает иконы. Это сейчас очень прибыльный бизнес. Миротворец скупает иконы десятками. Что за люди? Простите, Святой Отец. Да, когда вы заберете икону, вам нужно как можно скорее вернуться в Приштину. Здесь канал налажен, все надежно. И мы отправим вас за границу. Главное, Святой Отец, чтобы не было шуму. Святой Отец. Вдруг он что-нибудь перепутал? Может, его уже арестовали в Приштине? Жене от мира сего. Боже, одуванчик. Он убил. Вы на месте? Да. Мне Слатан дал какой-то номер телефона, по которому я должен позвонить. Я просто подумал. Я хотел проверить. Я все делаю правильно. Все хорошо, Святой Отец. Все хорошо. Вы все сделали правильно. А теперь послушайте меня внимательно. Постарайтесь не волноваться. Насколько получится. Теперь вам нужно позвонить по телефону, который дал вам Златан. И к вам придет человек. Он поможет вам попасть в монастырь. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Наверное, уже глупо молчать, если начала говорить. Что я звонила, я сама не знаю. А, ты знаешь, я подумала... Наверное, я все-таки схожу на твою лекцию во вторник. Если ты, конечно, не передумал. Пока. Поговорите со мной, если можно. Вам нужно отдохнуть, Святой Отец. Завтра будет тяжелый день. Я не могу спать, мне страшно. Это нормально. Вы очень смелый человек, Святой Отец. На вашем месте... Поверьте, то, что вы делаете, можно назвать подвигом. Я еще ничего не сделал. Вы попытались. А это уже немало. А если я не справлюсь? Справитесь. Если бы я мог, я пошел бы вместо вас. Но, к сожалению, я не могу. А вдруг они меня узнают? Не думайте об этом. Все будет хорошо. Вы уверены? Нет. Но я хочу в это верить. С Богом. Домой поешь? Думаю, он еще будет звонить. Делайте все, что в ваших силах. И молитесь на всю остальную волю Божьей. Пошли. Легче. Пошли, мы тебя плачем. Видишь? Опа! Че он им даст? Весело у вас тут? А если бы это не я был, а какой-нибудь сумасшедший серп? Перерезал бы он во всем глотке. От уха до уха. И все бы подохли здесь за этой чертовой игрой. Но ведь здесь никого нет. Да в этом уверен? Айда еще не закончилась, боец! Ты разве не знал об этом, а? Не спать. Сиди, сиди! Да что, ребята, это же я, Фатос. Сиди, я тебе сказал. А что такие угрюмые? Два часа ночи, вот и угрюмые. А ты что сюда приперся? Ну работая, вкалываю с утра до вечера. А кто это с тобой? А так, помощника себе взял. Старые уже дерево что-то таскать. А что таскать-то, Фатос? По-моему, ты в прошлый раз уже все вытащил. Ну, все да не все. Монахи люди ушлые. Так спрячут, что сразу не найдешь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Что твой помощник сильно на сербского ублюдка смахивает? Да не, нормальный вот свой он. Убогий только, ну покладистый. Парни! Да может пойдем мы, а? Валяй. Только по-быстрому. Ага. Угу. Давай. Да, Хашим здесь. И он сегодня не в духе. Понял. Иди и не вякай, чтоб тебя не спросили. Ну все. Дальше сам. Только чтоб быстро, понял? А я пойду по своим делам. Вы будете грабить? Я? Нет. Здесь нечего грабить. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Занятное кино получается. Русские присылают какого-то монаха, чтобы тот пробрался в церковь и вынес какую-то икону. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Ты как считаешь? Паршиво выглядит. За нее больше двух сотен не дадут. Пора идти. Как улов, патос? Да какой улов, Хашим? Так, мелочь. Тут уж ничего не осталось. Покажешь нам это? Ничего. Конечно. Опа, идите сюда. Ты что, глухой? Нет, он не глухой. Только без глупостей, святой отец. Подвиги не по вашей части. Хашим, в чем дело? Я же все исправно почу... Святой отец! Отдайте нам икону, и я отвезу вас в Приштину. Давай за ним! Беряй! Вперед, вперед! Они... они все знали. Они все знали. Они не могли этого знать. Они знали все. Они все знали. Они хотели ее забрать. С ними... с ними был золотон. Они... Они... Где вы? Я не знаю! Где он? Уйдет! Живым, брат! Живым! За мной! За мной! Давай сюда! Срочно делай запрос. Нужно узнать его точное местоположение. Не молчите, святой отец, не молчите. Говорите. Они хотели забрать икону. Я не мог. Не мог. Вы не ранены? У меня ничего не вышло. Наверное, просто не умею. У меня ничего не вышло. Я не смог. Златан, наш человек? Да, его Дали Сервон. Ты с ним разговаривал? Сам? Да. Перед операцией. Звони ему срочно. Да? У нас проблема, Златан. Монах, которого ты курировал, он, кажется, засветился. Он только что звонил мне. Я сказал ему, чтобы он возвращался на квартиру и ждал тебя. Придумай что-нибудь. Попробую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где он? Я не знаю. Бежал здесь, а потом темно же. Ищите. Он не мог далеко уйти. Прочежите этот чертов лес! Не надо прочесывать лес. Я знаю, где его искать. Сейчас отправился в Митрюицу. Все обратно. Пошли. Уходим! Вы меня слышите, святой отец? Да. До границы несколько километров. Вы должны идти туда. Там вас будут ждать. Я всех предупредил. С сербской стороны все уже готово. Куда мне идти, я не знаю. Я вам все объясню, святой отец. Вы звезды, видите? Вижу. А теперь смотрите на звезды. И внимательно слушайте меня. Вы ведь слышали про Большую Медведицу? Говори ты со мной. Иначе я... Засну. Говори со мной. Говори со мной. Ну... Иначе я... Засну. Говорить. Со мной. Вы слышите меня, святой отец? 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 Все хорошо. Все хорошо. С кем это он разговаривает? Не с кем. Наверное, бредит. Хорошо. Сегодня я бы хотел поговорить с вами об одном знаменательном событии, произошедшем на этой неделе. Плавомед России выступил на пресс-конференции с официальным обращением к руководству Совбеза ООН. Он заявил, что Россия сделает все возможное для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам сербского меньшинства на территории Косово. Как стало известно, боевики из армии освобождения Косово готовились взорвать этот монастырь. Теперь монастырь находится под круглосуточной охраной миротворцев. Сегодня в главном соборе страны встречали икону Святая Троица Феофана Грека. После Октябрьской революции ее вывезли из страны, но волею судеб она оказалась в православном монастыре на территории Косово, когда… А теперь я хочу услышать ваше суждение по поводу увиденного. Мужик, ты че, охренел что ли? Че ты творишь, а? Коломенец Сергей Витальевич. А? Салон мягкой мебели на Ленинском, не так ли? Че? Растаможкой у вас Панкратов занимается? Да, Панкратов. Олег Николаевич. Олег Николаевич? Николаевич, посадят вашего Панкратова, если он за ум не возьмется. Его посадят, а у вас будут большие проблемы. О, как! Нихреная сия. А почему? Потому что не надо государства обманывать. Да? Да. Но я совершенно не заинтересован в том, чтобы у вас, Сергей Витальевич, были какие-либо финансовые проблемы. Спасибо. У вас спальня розовая? Да. Фламинго нарисованы имеются? Да. А вы откуда знаете? Понятно. Вы за них расплатились? Да. Не совсем. Ну, нет. Не расплатился. Рекомендую вам проехать за мной. Может, не надо? Настоятельно рекомендую. Вот это подъезд. Десятый этаж. Квартира шестьдесят пять. Обо мне, разумеется, ни слова. Удачи. Спасибо. Тихо. Слушай, ты не поверишь. Конечно, не поверю. Тогда представь, этот гад, тот, о котором я тебе говорила, он мне все заплатил. Да ты что? Да все до копейки. Даже больше заплатил. Ну, типа за компенсацию. Представляешь? Я всегда думал, что люди не такие плохие, как кажется. Вот и я говорю. Орминный полтергейст. Но я не об этом. Я хочу знать, почему мой профессор вчера не был дома? Где он был? Где? В замороженом ходил? Ладно. На самом деле, у меня все равно где ты был вчера. Потому что сегодня ты здесь со мной. И я начинаю входить во вкус. Вкус. А крем-брюле не было? Угу. Значит, Максим считает, что мы взяли не настоящего крота? Самое удивительное в том, что, похоже, он опять оказался прав. Я встречался сегодня с женой Егора. Она записала последний телефонный разговор мужа как раз в тот момент, когда он встречался в гостинице с ЦРУшником. Буквально за несколько минут до смерти. Алло, кто это? Лена, это я. Слушай меня внимательно. Ты где? Я чуть с ума не сошла. От тебя три дня ничего не слышал. У меня все в порядке. Скажи, к тебе кто-то приходил, звонил? Ты что-то странное замечала? Нет. А что случилось? Все, что тебе потом будут рассказывать, это неправда. Не верь ничему. У меня не было выбора. Я люблю тебя. Береги детей. А тебе не кажется это странным? Она что, все телефонные разговоры записывает? Конечно же не все. Не забывайте, кем работал ее муж. И наверняка он инструктировал ее на случай форс-мажорных обстоятельств, если вдруг что-то пойдет не так. На всякий случай. Все равно это ничего не доказывает. Вы все-таки после этого согласитесь, мы не можем быть уверены на сто процентов, что взяли настоящего крота. Если это так, значит крот по-прежнему на свободе. Ким вышел на связь. Он ждет от нас новых распоряжений. Хвоста на нем нет, наши люди готовят ему новую легенду. Пусть поторопятся. Эй, Майки, с этим человеком лучше перестраховаться, чем потом кусать локти. Ну вот мы и дома. Проходите, пожалуйста, осматривайтесь. Имейте виду, это лучшее предложение по Москве в плане соотношения цены и качества. Ну, конечно, вы можете обратиться в другие агентства, но поверьте моему опыту, это мало что изменит. До вас здесь жил дипломат из Венесуэлы, шведский бизнесмен с семьей. Так что публика у нас солидная. А кроме этого, должен заметить, после каждого клиента мы делаем обязательный косметический ремонт. Меня все устраивает. Давайте заключать контракт. Отличненько. Я сейчас все подготовлю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Где битровок? А чего так не ручит, генерал? Зачем вам этот жадина? Где он? Да тут он, тут. Провнились. Да, пасую. Оп. Ну как? Опа! У Дютронка таких игрушек не было, да и быть не могло. Кишка у него была тонка. А у меня как раз сезон весенних скидок. Ну так все, с кем будешь сотрудничать, генерал? Со мной? Или с этим жадиной? А? Ты готова? Не совсем. Слушай, я буду там выглядеть великовозрастной дурой. Глупость. На тебя вообще никто не обратит внимания. Что? Ну, в смысле, тебя примут за свое. Может, в другой раз, а? Знаешь что? Ты захотела знать, кто я, что я? Вот иди и смотри, и слушай лектора. Я не знал, что это такая трусиха. Кто? Я? Да. Куда идти? Все, что происходит в мире, происходит в чьих-либо интересах. Вам нужен пример? Пожалуйста. Вы. Я? Да. Вы встречаетесь с вашей подругой и со слезами на глазах рассказываете ей, какой он негодяй. Кто? К примеру, вы. Я? Да. Я вообще здесь ни при чем. Это так, для образного примера. Вы рассказываете, как он вас обманул, оскорбил, предал. Вы рассказываете правду, интерпретированную в ваших интересах. В то же время он, встречаясь с друзьями, рассказывает им, как вы. Как вы его замучили, какая вы зануда и как вы все испортили. Да я вообще его не трогала. Это образно. А теперь вопрос. Какая правда правдивее? Конечно, ваши подружки будут на вашей стороне, а ваши друзья поддержат вас. Это закономерно. То же самое происходит в политике. Всегда найдется тот, кто осудит. И всегда нужно искать тех, кто поддержит. И этому я пытаюсь вас научить. У меня все. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Обещанного, как говорится, три года ждут. Но мы-то ждали этого момента несколько дольше. Последний раз этот человек в нашей студии был года четыре назад. И тогда и сейчас его имя было сопряжено с целой вереницей международных скандалов. Встречайте в нашей студии бизнесмен Олег Корж. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. В последнее время поднялась новая волна интереса к вашей персоне. Как вы считаете, с чем это связано? Вас по-прежнему обвиняют в незаконной торговле оружием. И во всех смертных грехах вместе взятых. Вы знаете, если честно, надоело мне уже комментировать эти сплетни, которые высосаны из пальца. Скажите, а вы не боитесь покидать пределов России? У меня пока нет никаких дел за границей. Хорошо. Вы не думаете о том, что за границей вас могут арестовать? Нет, я абсолютно не думаю. Ну, если почитать западную прессу, то вы просто двоюродный брат Бен Ладена. Еще раз повторю. Все разговоры о моей так называемой якобы преступной деятельности не имеют под собой никакой подоплеки. Я не знаю, кому выгодно распространять эти сплетни. Что у меня 20 имен и фамилий, 20 паспортов, что я меняю дома как перчатки, что мое многомиллионное состояние разбросано по офшорам, что мои руки по локоть в крови. Посмотрите на меня. Ну, посмотрите. Я похож на карависта. Ну, мне очень как бы… Какой вы террорист? Добрый день, господин. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здрасте. Здрасте. Мы пока вынуждены избегать официальных контактов между нашими службами во избежание утечки информации. Как говорят вас в России, береженого Бог бережет. Цель нашего визита – это негласное сотрудничество. Надеемся, вы понимаете, какого рода? Мы хотели просить вас о помощи в завершении многолетней операции МИ-6 по выслеживанию опасного международного преступника, торговца оружием и пособником международных террористов Олега Коржа. Мы следили за бельгийцем Жаком Дутрон с мая 2001 года. Он торговал русским оружием из Болгарии и Румынии и переправлял это в Центральную Африку и Конго. В 2002 году он неожиданно исчез. Больше его никто не видел. Хотя кое-кто видел его голову. Это убийство тоже приписывается Олегу Коржу. В деле Олега Коржа слишком много предположений. Именно этим объясняется тот факт, что он до сих пор на свободе. Да, и прекрасно себя чувствует в полной безопасности в Москве. Я уже ответил на ваш вопрос. Пока у нас нет непровержимых доказательств, ничего не изменится. Хорошо. Мы понимаем и, более того, полностью разделяем вашу позицию. Вы, наверное, слышали о ситуации с финансистом Сергеем Андреевым? Он убежал из России по чужому паспорту и просил политического убежища в Великобритании. Вы неоднократно требовали его экстрадиции и получали отказ. Этот человек обвинялся в крупных хищениях. Мы хотим предложить вам обмен. Вы отдаете нам Олега Коржа. Мы, в свою очередь, добиваемся отказа в предоставлении статуса политического беженца для господина Андреева. По-моему, господа, это выгодное предложение. Обдумайте его. У нас в гостях был бизнесмен Олег Корж. До свидания. Ух, хороший эфир был. Спасибо. Можно позвонить от вас? Через восьмерку. Пойду покажу. Алло, это я. Надо буду трясти кое-какие дела. Это займет неделю-другую. Потом можно будет готовить встречу. Да? Хорошо, я позвоню. Первый раз в жизни дослушала политинформацию до конца. Ты молодец. Я не думала, что это может быть так увлекательно и сексуально. Сексуально? Между нами, говоря, все эти девицы тихо сходят от тебя с ума. Ты их кумир. Им абсолютно наплевать на твою политику. Нет, я хотел совсем про другое тебя спросить. Да? Про что же это? Я хотел спросить про твою интуицию. Удовлетворена ли она? Да. Ты знаешь, ты же ведь в ее интересах. Извини. Да. Очень срочный разговор. Я сзади. Скоро буду. Совсем забыл. У меня же ученый совет. Перенести его нельзя, а без меня не начнут. Что, остаешься? Угу. Ну, ладно. Значит, попроси домой одна и пешком. Слушай, ты машину водишь? В каком смысле? Скоро. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Англичане предлагают обмен. Корж на Андреева. Дескать, мы по-тихому выталкиваем из страны одного, а они не предоставляют политического убежища другому. В принципе, приемлемо. Андреев хорошая цена. Так-то оно так, только есть одно существенное обстоятельство. Вот уже год мы ведем коржа очень плотно. Да. Месяц назад люди Аслана Бикаева вышли на коржа. Они начали готовить встречу. Ну, ты знаешь, какой Бикаев осторожный. Никто не знает, где он находится. Никто не знает, как сейчас он выглядит. Но он жив. Это факт. И он опасен. Это тоже факт. И кто для нас сейчас важнее? Главарь террористов Бикаев или этот ворюга-банкир Андреев? Тем более, что если Бикаев выходит на торговца оружием такого уровня, как корж, понятно, что это затевает. Пока корж на свободе, у нас есть шанс выйти на Бикаева. И в этот самый момент, как всегда, вовремя за коржа взялось Ми-6. Есть. Наша задача угомонить как-то англичан и использовать коржа, как наживку на Бикаева. Вот об этом мы и хотели тебя попросить. Недавно они здесь? Прошлой ночи дежурил опель-вектор. Восемь утра свалили, потом появились эти. Достали. Уже в Москве присылают. Кира! Извини, что не дождалась, но мне кажется, такие шпионские штучки в твоем стиле. Надеюсь, ужин тебе понравится. Я старалась. Привет! Ты уже дома? А записку на кухне прочел? Только что. А я, представляешь, как последняя девушка забыла тебе написать самое главное. Про рыбу в духовке? Откуда ты знаешь? Она на меня смотрит. А, это портрет как тебе твой? Какой? Ну, в тарелке. А, это портрет как тебе твой? Это я. Есть идея. Прямо сейчас. Вот о чем ты говоришь, Макс? Это все только усложняет. Мы не можем выдать коржа за нашего агента. Он не наш агент. Значит, нужно сделать его нашим агентом. Зачем? Представляешь, сколько секретов может знать такой человек? Ну, теоретически. Ну? И как бы ты с ним поступил на месте англичан? Ну, я бы повременил с арестом и попытался проследить все его контакты. Думаю, именно так англичане и поступят. Они же не идиоты, чтобы отказываться от такого лакового кусочка. И что у нас получается? Англичане не спешат с арестом коржа. При этом за ним установлена плотная слежка, которую наверняка почувствует. И постарается свалить из страны. И при этом будет активно искать встречи с Бекаевым. А мы продолжаем следить за коржем. И таким образом выходим на Бекаева. Спокойно. Заходим. Стоять. Я тебя не знаю. Это проблема. Для тебя. У тебя есть чем-нибудь? Попробую. Ну? Я брат Мориса Дютронко. Не похож. Сводный. Андрей, сделай нам кофе. Вы, наверное, сейчас думаете, кто я? Да мне без разницы, кто ты, мил человек. Если ты сюда забавы ради пришел, я тебе забавы ради голову отрежу. Как Дютронко? Угу. Как Дютронко? Мне больше нравится другой вариант. Это какой же? Вы мне дадите денег. Угу. Немного. Тысяча сто долларов. Угу. А я вам расскажу то, что вам никто другой не расскажет. Угу. Как тебе такой вариант? Ты сейчас мне все расскажешь, но бесплатно. Невозможно. А чего так? Во-первых, я работаю не один из партнеров. Во-вторых, хорошая информация стоит денег. А в-третьих, если я только захочу, вас тут же убьют. Так что вам придется сохранять эту позу некоторое время. До тех пор, пока я не покину пределов этого здания. Договорились. Вы уж простите мне такие меры предосторожности. С разными людьми приходится дело иметь. Ну, вы сами понимаете, бизнес небезопасный. Ты кто? Человек, который много знает. Обо мне? И о вас тоже. Так мы договорились? Да. Отлично. С вами приятно иметь дело, господин Корж. Суть вот в чем. ФСБ и Ми-6 заключили сделку. В этой сделке вы – разменная монета. Все уже решено. На следующей неделе вас арестуют и перевезут в Лондон. Если, конечно, вы ничего не предпримите. А почему я должен тебе верить? Ну, может быть, потому что под вашими окнами дежурит машина с англичанами. Или потому что у вас нет другого выбора. А может быть, потому что я говорю правду. Сохраняйте, пожалуйста, вашу позу. До тех пор, пока я не покину пределов этого здания. Благодарю вас. Мы хотим предложить вам обмен. Вы отдаете нам Коржу? Мы, в свою очередь, добиваемся отказа в предоставлении статуса политического беженца для господина Андреева. По-моему, господа, это выгодное предложение. Обдумайте его. Вероятность того, что вас выдадут здесь, процентов в девяностом. Вероятность того, что англичане найдут вас в Европе, меньше. Процентов на тридцать. По-моему, игра стоит свечи. Бегите, пока не поздно. Ты из ФСБ? Какое это имеет значение? Андрей! Андрей! Да! Возьми в сейфе сто штук и принеси сюда. Быстро! Все, отбой. Дальше я сам. Спасибо. Нет денег даже на ремонт. Тиражи растут, доходы падают. Я нифига не понимаю в этой рыночной экономике. Ой, надо было не на шурфак идти, а... Здравствуйте. Здравствуйте. А в финны поступать? Кирилл Андреевич! Да-да-да, я обязательно посмотрю, я потом посмотрю. А ты, кстати, зайди ко мне. Проходи, проходи. Давай, проходи, присаживайся. Ну, что там у тебя? Есть интересный материал. Да я уж догадался. Просто так ты старого товарища бы не навестил. Ну что, показывай. Статья для твоего завтрашнего номера. Покажи. ФСБ крышует торговцев оружием. Пока забавно. Это или бомба, или полная лажа. Ну, мы же не первый день знакомы. Такие статьи из пальца не высасываются. Тут должны быть источники. А ты почитай. Почитай. И что, этот корж? Действительно связан с конторой? Кстати, неплохо написано. Кто писал? Один из твоих журналистов. Кто он? Давай вместе подумаем. Ты никого не собирался увольнять? Даже так? Даже так? Вообще, ты знаешь, есть один раздолбай. Андрей Корниенко. Вот. Он ее и написал. А уволишь ты его прямо завтра. Сразу после визита пресс-секретаря ФСБ. А что, еще и визит в ФСБ будет? Обязательно. Скажи только, где найти мне этого Корниенко? Корниенко Андрей Викторович? Нет. А у меня к вам деловой разговор. А вы кто? Ваш счастливый случай. Вас завтра уволят. Уже? Это плохая новость. А есть еще и хорошая. Разумеется. Редакцию вы покинете в ранге звезды. Звезды чего? Ваша новая статья наделает много шума. Какая статья? Была нашумевшая статья о том, как наши бизнесмены отмывают деньги на Западе. Ну и? Так вот, я знаю эту историю из первых рук. Американцы заплатили журналисту 50 тысяч долларов за то, чтобы он выдал источники своей информации. Ой, ну это все... Да, это неправильно, нехорошо выдавать своих людей. За исключением тех случаев, когда эти люди сами хотят, чтобы их выдали. как и в нашем случае. Угу. Ничего не понял. Я здесь при чем? Я уверен, что в ближайшее время вам сделают подобное предложение. А, американцы. Ну, американцы, англичане, какая разница. Деньги вы можете оставить себе. А на другую работу вас примут за милую душу. А за что меня завтра уволят? А уволят вас именно за эту новую статью. Ага. Ну и хрен с ней. ФСБ крышует торговцев оружием. Это что, шутка? Не думаю. К сожалению, представленных вами документов оказалось недостаточно. для того, чтобы выдвинуть обвинение в незаконной торговле оружием. Олег Корж является гражданином Российской Федерации. И пока его вина не будет доказана, он останется на свободе. Он же преступник. Ну, а это еще предстоит доказать. Господа, вы совершаете большую ошибку. Не думаю, что вы добьетесь успеха, подавая официальный запрос об экстрадиции. До свидания, господа. Мне нужен этот журналист. Если он еще не на Лубянке. Пробейте по Москве и Московской области все автокатастрофы, несчастные случаи и убийства за прошедшие сутки. А где сейчас этот журналист? Он больше у нас не работает. Почему? Ну, это очень щекотливый вопрос. Он хотя бы жив? Ну, конечно. Сегодня утром в Долгопрудном произошло ДТП. столкнулись две машины. Пострадало четыре человека. Один человек погиб. Его зовут Николай Китаев. Очень хорошо. Надо запустить на ленту новостей информацию о том, что Китаев был сотрудником ФСБ. И сделать официальный запрос ГИБДД. Вообще побольше суеты вокруг этого дела. Нет, нет, еще раз нет. Я не буду давать никаких интервью. Мне вот так вот хватает проблем. Я знаю, что вас уволили. Это несправедливо. Вот. Раз вы все знаете, то и разговаривать нам не о чем. Пятьдесят тысяч долларов в качестве гонорара вас устроит? Я не буду сниматься. Окей. Убери камеру. Вы согласны? Где деньги? Можете пересчитать. Не-не, спасибо. О, секундочку. Алло. Вы знаете только имя человека, который передал вам информацию по торговле оружием. Его зовут Николай Китаев. Ошиблись номером. Ну что, я готов. А, меня в основном интересует только один вопрос. Кто вам помогал в написании статьи об Олеге Корже? У вас должен быть свой человек в ФСБ. Кто он? Вы понимаете, что у меня могут быть серьезные неприятности? А вы понимаете, что пятьдесят тысяч долларов это серьезные деньги? Я несколько раз с ним встречался в ночном клубе. Я, в общем-то, знаю только его имя. Николай Китаев. Китаев, через которого журналист получал информацию, а Коршев был сотрудником ФСБ. Почему был? Вчера вечером он погиб в автомобильной катастрофе. Кто бы сомневался. Русские начали убирать свидетелей. Это значит, Коршев действительно нужен. Вопрос, зачем? Сегодня вечером буду в Таллине. Мне нужно время, чтобы убедиться, что все в порядке. Да, потом буду готов встретиться с нашим общим другом. По поводу небольшой сделки. Поехали, поехали. Чего стоим? А где сейчас Коршев? Неизвестно. Наша камера зафиксировала, как он выходил из квартиры. А это неплохо. Если Коршев побежал, это значит, ему не терпится. Да, но мы не знаем, где он. Подключай нашего пограничника. Я хочу знать всех, кто выезжал из России вчера и сегодня. Кошь не иголка в стоге сена. Новая информация от ЛИССР. Русские используют Коржа как наживку. Он сейчас находится в Таллине, и англичане за ним следят, но они ничего не знают. Корж уже созванивался с Бикаевым и назначил встречу. Корж не должен встретиться с Бикаевым. Бикаев очень много знает о наших делах на Кавказе. Он нам еще нужен. А Коржа уже нет. Что ЛИС хочет за эту информацию? Он указал номер счета в сингапурском банке. Мы должны перевезти туда 200 тысяч долларов. Что-то еще? Его волнует присутствие Санты. Он просит решить эту проблему как можно быстрее. Он боится того, что Санта начнет его подозревать. ЛИС потерпит. Убрать Санту гораздо сложнее, чем убрать Коржу. КОНЕЦ Простите, где у вас тут телефон? Наверху. Ага, спасибо. Ну не учли мы, что у Бикаева были свои люди в Ми-6. Видимо, они и сообщили, что Корж наш агент. Бикаев и подстраховался. И ты так спокойно об этом говоришь? Да. А как я должен об этом говорить? Убили человека. Убили по нашей... По нашей вине. Корж не был нашим человеком. К тому же он был опасным преступником. Фактически ему воздалось по справедливости. Ну, Бикаев соскочил. Не повезло. А я не хочу. Чтоб убийство человека называлось не повезло. Не повезло. Мы используем дилетантов не потому, что они пушечное мясо. А только потому, что... Те же самые действия они совершали бы и без нашего участия. Но когда их убивают... Их убивают! Кто бы они ни были, преступники или случайные прохожие, для меня это неприемлемо. Вова. Как ты думаешь, можно завербовать человека на международной конференции. Если тебе это поможет, могу уконкретить. Октябрь прошлого года. Варшава. Я не совсем понимаю, о чем идет речь. Это не важно. Меня интересует чисто теоретический расклад. Возможно или нет? Возможно. ministre. ШУМ. И почем нынче предательство. Тихо, тихо, тихо. Все, приехали. Говори, говори, говори. Не молчи. Рассказывай. Егор работал на меня. Я доверял, ну, собственно, как и всем сотрудникам в отделе. Поэтому то, что произошло, я считаю... Меня интересует твое отношение к версии о том, что Крот по-прежнему разгуливает на свободе. У меня такое ощущение, что я присутствую на допросе. Отчасти так оно и есть. По крайней мере, я не собираюсь скрывать, что наш разговор записывается. Мне очень важен твой ответ. Я разговаривал на эту тему с Максимом. И? Он уверен, что Егора подставили. Я бы не был столь категоричен, но... Но и не стал бы сбрасывать со счетов эту версию. Хорошо. Хорошо. Именно это я и хотел от тебя услышать. Ты опытный офицер и должен понимать, что в сложившемся положении мы обязаны отработать все возможные версии. А теперь слушай меня внимательно. то, что ты сейчас услышишь, это сверхсекретная информация. В прошлом году Максим летал в Варшаву на международную конференцию политологов. А этим летом он провел неделю подпуска в Турции. По странному стечению обстоятельств в соседнем отеле в это же время. Отдыхал Егор с семьей? Я ничего не хочу утверждать, но согласись, складывается довольно стройная теория. Допустим, Максима-таки вербуют в Варшаве во время конференции. Ну, возможно, делают упор на то, как некрасиво с ним обошлись в ФСБ. Он летит в Турцию, чтобы застать там Егора. Ну, как он умеет работать с людьми, мы об этом все прекрасно знаем. Затем Егор снимает файл с твоего компьютера. Ты, что вполне логично, обращаешься за помощью именно к Максиму. Макс, я по ушей в дерьме. Мне нужна твоя помощь. Кто-то хочет меня подставить, сделать из меня предателя. Чар. Он что-нибудь, чар? Он возвращается в контору, триумфально разоблачив крота, и уже после этого файл с кодировками ПРО все-таки уходит к американцам. При этом происходит провал с коржем и, заметь, на него не падает никаких подозрений. Тогда зачем он сам заговорил о том, что Егор не настоящий крот? А чтобы сыграть на опережение. Чтобы в очередной раз снять с себя все подозрения. Ведь он же не мог не знать, что после тщательной проверки станет ясно, что Егор был всего лишь разменной монетой. Я не могу поверить, что это он. А я не могу не проверить эту версию. Пойми, для такого профессионала, как Максим, это не столько вопрос денег, сколько вопрос принципа. Переиграть нас, выставить нас идиотами, доказать, что мы совершили огромную ошибку, уволив его. Максим мой друг. И я верю ему, как самому себе. Он не может быть кротом. Тогда кто? Ну, допустим, Максим ни в чем не виноват. Более того, всеми силами он старается нам помочь. Тогда нужно просто проверить его и убедиться в том, что он абсолютно чист. Поверь, я хочу этого не меньше, чем ты. Так сделай это. Сними с него все подозрения. и я первый скажу тебе спасибо. Что я должен делать? Привет! ты дома? Привет. Привет. У тебя что-то случилось? Скотч, кофе. Хочешь? ты только не ответил, что у тебя случилось? Неприятности на работе. Не обращай внимания. Сейчас пройдет. Ну, как не обращать внимания? Ты себя в зеркало видел? А у тебя бывает, когда тошнит от собственной работы. Регулярно. И что ты делаешь? Раньше или сейчас? Сейчас. Тебе звоню. Я тебе тоже хотел позвонить. Ну, просто не успел или не смог, это бывает. Так получше. Честно. Да. Ну, рассказывай. Кто обидел моего профессора? А сейчас я хочу предоставить слово Алексею Яковлевичу Бирману, нашему уважаемому коллеге, признанному специалисту в области новейших конверсионных технологий. Алексей Яковлевич, прошу вас. Дамы и господа, Алексей Бирман, доктор физических наук, действительный член-корреспондент Российской академии наук. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это он. Я его видел по телевизору. Его арестовали после какой-то конференции. Да. А после этой работы он прогремел на весь мир и оказался среди соискателей Нобелевской премии. Честно говоря, я так и не понял, в чем его подозревали. Но, по-моему, там не все гладко. Да в том-то и дело, что совсем все не гладко. К нам поступила информация, что Бирман сотрудничает с американцами. Ну, признаюсь, сработали грубо, арестовали. А после тщательной проверки выяснилось, что никакого шпионажа не было и в помине. Он чист перед страной, как стеклышко. Дезинформация? Кто-то очень ловко его подставил. Зачем? Ну, у Бирмана и раньше-то было немного диссидентское отношение к власти. А после этого скандал. Он обиделся не на шутку. Он подает в суд? Хуже. Есть основания полагать, что он собирается уехать из страны. Насовсем. И это, насколько я понимаю, нежелательно. Нежелательно. Такими мозгами не разбрасываются. С ним кто-нибудь разговаривал? Нас он к себе и на пушечный выстрел не подпускает. Чихать он хотел на наши извинения. Для него теперь любые спецслужбы хуже красной тряпки. Мол, мы растоптали его честное имя, унизили в глазах коллег. Ну и все в этом роде. Я пытался с ним пару раз поговорить по телефону. Бесполезно. Дохлый номер. А к тому же ситуацию усугубляет жена Бирмана. Симпатичная. Да. Только она гражданка Израиля и категорически отказывается с нами сотрудничать. А после этого скандала вообще заявила, что не хочет оставаться в России. А как они познакомились? Год назад она брала у него интервью для какого-то израильского журнала. Потом Бирман летала в Амстердам на конференцию. Она с ним ни на минуту с ним не расставалась. Через месяц поженились. Он очень дорожит с женой. И где они сейчас? Пока еще в стране. Но через пять дней улетают в Прагу. И я думаю, что это билет в один конец. Нельзя допустить, чтобы он не вернулся из Праги. Разыщи все интервью, которые давал Алексей Бирман. А кто это? Физик. Физики дают интервью? Я рос не очень общительным ребенком. В школе у меня был всего один настоящий друг. Антон Дудкин. Дуда. Ну, это я его так называл. Мы читали одни и те же книги. Я ему давал списывать. Он меня выручал в драках. Мы вино с ним вместе попробовали в первый раз. И влюбились в первый раз тоже вместе. Причем, знаете, в одну и ту же девушку. Как ее звали-то? Забыл. Все забыл. А вот Дуда, я уверена, он наверняка помнит. А после этого мы с ним как-то потерялись. Видели с него пару раз. Эх, Дуда, Дуда. Антон Дудкин. Шестидесятого. Город Королев. Мне нужно знать, куда он выезжал из страны за последние пять лет, с кем и услугами какой туристической компании пользовался. Город. Что надо? Здравствуйте. Вы не подскажете, где мы… Завтра. В каком смысле? Утром. Я не понимаю. Ну, я же русским языком объясняю. Прием населения завтра в первой половине дня. Вы меня неправильно поняли. Я не население. Я еще Дудкина Антона Викторовича. По личному делу. Как вы сказали? Ваш билет на самолет. Медицинская страховка. Ваучер до гостиницы. Проживание в отдельном номере. И на карманные расходы. Тысяча долларов США. С какого такого перепугу? Тысяча долларов США. С какого такого перепугу? В позапрошлом году вы отдыхали в Турции в двухзвездочном отеле «Суперстар»? Да. Было такое. Понравилось? Да. В прошлом году с семьей в Болгарии отдыхали? Да. Вас предупредили, что все клиенты нашего агентства автоматически участвуют в лотерею? Не помню. Вы выиграли поездку в прогулку. А, а взять деньгами невозможно. Так что, если вы в течение двух дней не воспользуетесь нашим предложением, приз уходит к другому нашему клиенту, тоже уважаемому человеку. Вот он, директор лодочной станции без донка в Серебряном Бару, Антон Павлович Могила. Поговорите тысячу долларов. США. Не надо вот к этому. К Антону Павловичу не надо? Не надо. Нет. Пожалуйста. Вот ваши документы. Это ваучер. Это страховка. Это билет. Вас разместят в отеле «Богемия». Может, вам записать? Спасибо, я запомню. Меня интересует отель «Богемия». Номер на сколько человек? Сенбур. Но не в самой «Богемии», а где-нибудь по соседству. Стоимость? Что-нибудь скромное, ненавязчивое, желательно без наших туристов. Но главное – рядом с «Богемией». Номер на чье имя? Вы уверены, что Бирман будет в Праге? Он уже купил билеты и забронировал номер в отеле. Кто у вас в команде? Четыре наших агента из Восточной Европы. Они уже переброшены в Чехию, получили инструкции и ждут наших дальнейших указаний. Указание будет только одно – доставить Бирмана живым и невредимым. «Антон Бриль». Билеты в Прагу с открытой даты вылета. На имя – Антон Бриль. Пока все. У нас очень мало времени. Это наша цель. С ним вы должны действовать предельно аккуратно. Никто из вас не вступает с ним в прямой контакт. Стоит допустить всего одну ошибку – и уже ничего не исправишь. Запомните, он должен сам добровольно прийти в израильское посольство и попросить политического убежища. Мы должны быть постоянно рядом с ним. Видеть каждое его перемещение. Слышать каждое его слово. Чтобы даже малейшая случайность не помешала успешному завершению операции. Он остановился в отеле «Богемия». Мы уже оплатили соседний номер и установили там необходимую аппаратуру. Теперь все зависит только от вас. Я жду вас с нетерпением, господин Берман. Господин Берман. Твоего-то долго ждать? Обещал половину. Значит, скоро будет. Ну, давай рассказывай, какой он твой профессор. Что рассказывает? Не знаю, он какой-то… Какой-то он у меня необычный. Не такой, как все. Все они необычные. Особенно поначалу. Пьет? Нет. Вот это необычно. Не урод. Сейчас увидишь. Ой… Он, наверное, старше тебя. Ну, да. Ну, хотя бы не семьдесят. Ну, а что ты? Что ты смеешься? Некоторые семьдесят лет такие – ого-го. А, кстати, а почему он с тобой не едет? Подруга – это, конечно, хорошо. Но живой мужик на отдыхе гораздо лучше. Работы у него много? Студенток? Работы, говорю, много. Понимаешь? Работы. Слушай, ну что с ней не так-то? Да все с ним так. Просто он у меня какой-то… Какой? Слишком идеальный, понимаешь? Как это? Как это? Вот смотри, вот сейчас у нас половина. Вот. А вот и он. И так каждый раз, минуту в минуту. Ну… До свидания. До свидания. Хорошо тебе отдохнуть. И тебе не скучать. Нет, ты, конечно, скучай, но не хандри. Ладно? А тебе не хандрить будет проще. Почему? Потому что на курортах полно интересных мужчин. А в университетах полно интересных студенток. Я буду тебя встречать. А я не знаю, когда мне обратный самолет. Я узнаю. Я почему-то в этом не сомневалась. Спасибо. За что? Я думала, так бывает только в восемнадцати. Пристегнись. Аликс! Просыпайся! Первый день в Праге, ну нельзя так долго спать. Аликс, я достала местную карту. Мы с тобой срочно идем охотиться за фражскими кнедликами. Аликс, ну посмотри, какая фантастическая погода. Я хочу гулять. Мой медвежонок. Аликс, ну просыпайся. Я хочу спать. Ты первый раз в Праге. И ты еще хочешь спать? Сейчас я тебя защикачу. Не надо, не надо. Давай. Давай. Антон, с прибытием в Прагу. Ага. Одна из самых красивых столиц мира приветствует вас. Ах ты! Ваш номер 213 на втором этаже. Вот ваш ключ. На втором этаже, рядом с лифтом. Я буду рядом. Вот моя визитка. Если что, звоните. Завтрак с семи до одиннадцати в ресторане на первом этаже. Вон там. Через час я за вами зайду. У меня есть кое-какие наметки. Все. Не буду вас больше мучить. Располагайтесь, отдыхайте. А, я вам позвоню. Прямо номер. Ну, то есть… А, вы насчет денег? Ага. Правила лотереи никто не отменял. Тысяча долларов на карманные расходы. Ну, тебе что здесь совсем не нравится? Ну, почему? Очень даже нравится. У тебя такой вид, как будто ты все время думаешь о чем-то своем. А о чем я должен думать? О том, как нам хорошо отдыхается в Праге. Дорогая Маечка, мне кажется, нам не перед кем изображать милый семейный отдых. Я должен принять очень важное решение. Возможно, это самое главное решение в моей жизни. Принимая его, мне почему-то… Мне почему-то совершенно не хочется веселиться. Прости меня. Хорошо? Не обижайся. Я не обижаюсь. Я думаю, нам завтра нужно пойти в израильское посольство. Ты считаешь, они нам помогут? Я в этом не сомневаюсь. В отличие от России, они не разбрасываются такими учеными, как ты. А что я им скажу? Правду. А если они мне не поверят? Тогда они поверят мне. Конечно. Мой медвежонок. Вы проверили то, о чем я вас спросил? У Бирмана с собой мобильный телефон. Сим-карта российская. Вчера ему два раза звонили из института. Если он его не отключит, мы сможем через спутник отслеживать его координаты. С какой точностью? С точностью до дома. Я должен получать СМС о его местонахождении? Каждый час? Нет. Каждые полчаса. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Обзорная экскурсия. Включена в стоимость поездки. Одеваемся. Ага. Бирманы в отеле Богемия. Они еще в отеле. О-О-О-О-О. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бирманы в кафе Рибер. Аликс, я, конечно, ничего не понимаю в твоей физике, но мне кажется, что физика везде одинаковая. Ну, не может быть, чтобы в Израиле тебе не нашлось места. Ты талантливый ученый, тебя знают во всем мире. Ты не понимаешь. Ну, так объясни мне. Я же твоя жена. Я же хочу, чтобы все было хорошо. Ну, что тебя пугает, страна? Ну, я же всегда буду рядом с тобой. Мы снимем домик в каком-нибудь тихом, уютном месте. С языком у тебя нет проблем. Ты очень быстро поймешь, что в Израиле это не так страшно. Ну, в конце концов, Эйнштейн адаптировался за границей. А сколько твоих знакомых уехало туда? Да у тебя будет отличная компания. У Эйнштейна не было выбора. А у нас он есть? Маечка, скажи, ты не боишься, что все будет еще хуже? Хуже? А разве может быть хуже? Закрыто. Лебедь! Лебедь! Да! А вон там еще один. Где? Где? Не вижу. Скажи, а вот. Хорошо. Ага. Ага. Антон, я сейчас посмотрю, где нам лучше перекусить. Хорошо? Давай, давай, давай. Я вам позвоню. Хорошо. Я не хочу, чтобы мои дети жили в этой мерзости. Не хочу бояться за них каждый день. Я хочу просто радоваться жизни. Каждый день просыпаться и радоваться жизни. Это так здорово. Алекс, ты меня слушаешь? Ой. Ага. Алло. Что? Антон, я жду вас в кафе «Ривер». Это прямо по пути. У реки справа. Алекс, я почти десять месяцев провела в России только ради тебя. Мне кажется, что пришло время тебе сделать что-то ради нашего будущего. Иди. Что? Что случилось? Ты куда? Аликс, ты куда? Антон? Дуда? Это я! Бирман! Леша Бирман! Ты что, не узнал меня? Леха! Ты! Это ты! Антоша! Какими судьбами в праге? Леха! Пойдем. Пойдем. Я глаза в своем не мере. А я тоже смотрю! Леха! Леха, мой! Не может быть! Дуда! Ой, я сейчас, я вас сейчас познакомлю. Это моя жена. Это Маечка. Вот. Очень приятно. Антон. Это не Антон. Это Дуда. Это просто Дуда. Ты не представляешь, мы с ним в Королеве десять лет за одной партой сидели. Ну, скажи! Да-да. Сидели-сидели. Я на все время. Пять писать. Пять писать. Пять писать. Пойдем прямо за стой. Пойдем. Сейчас. Извините. Антоныч, ради Бога, простите. Чистой воды форс-мажор. Срочно на новый аэропорт. А-а-а. Потерялся турист. Надо его искать. Вы без меня справитесь? Ну, справлюсь, да. Друзья мои, у меня появилась гениальная идея. Ну, достойная, как минимум, Нобелевской премии. Ну, может, хватит на сегодня гениальных идей? Так. Пункт первый. Сейчас мы провожаем мою Маечку в гостиницу. Пункт второй. Аккуратно кладем ее спать. И пункт третий. Только не надо больше пить. Пожалуйста. Дуда. Вот она моя жизнь. Вот она моя жизнь, Дуда. Маечка, я очень тебя люблю. Ну, вот она заграничная логика. Ты слыхал, что для советского человека радость общения, то для израильтянина смерть? Не, ну, если честно, я не очень. Я тут первый день. Вот, там вот такая она в домике королевая. Я говорю, вот такая красота. Дуда, 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 внимание, внимание! Пункт третий. И он же последний. Мы с Дутой совершаем выездную заграничную встречу выпускников. Все, слушайте меня. Без алкоголя. Обещаю. Ну, дорогой мой, ну, что ты такое поешь? Ну, не на стержень, а на стрежень. Просто? На просторе речной волны выплывали расписные стенки разиначные. Лёха, какой израиль, Лёшенька! Рой, осторожней! Осторожней, Лёха. Надо себя лезть. Твой? А? Я не знаю. Давай вспоминаем. Вспоминаем. Твой? Твой. Все, идем. Ну, значит так, встречи, вы зная. Одноклассика прошла вот так. И главное, что совершенно без алкоголя. Абсолютно. Давай. Пойдем. Пойдем. Вот дверь. Ну, да. Давай. Давай, Лёха. 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 Вот понастроили, а. О, товарищ, ингрид спик этот, слышь, братан, у меня проблема, братан, мне надо отел, отел, мой отел, ищ, там живу, ну, на Б называют, ну, Б, на Б, 200, не помню, там еще чайник у меня такой оранжевый, номер стоит, у отеля это водокачка такая, зеленая, за ее хоботом, они ее дергают, хобот этот, ищ, извините, никто не знает историю родственников. Не откинется? Не откинется, будет как огурчик, как очень разговорчивый огурчик. Где я? О, а вы кто? Зовите меня просто, Андрей Анатольевич. Здравствуйте, Андрей Анатольевич. Честно, скажите, а вот вопросы задавать здесь буду я, что вы делаете в Праге? Я? Это? Отпуск, дружба, фронтшоп, секюре матч, ночь. Нам все про тебя известно, Дудкин. Я вас не понимаю, ничь. Тебе сказали следить за Бирманом. Каким Бирманом? Алексеем Бирманом. А, Леха, мы с ним в одном классе учились, на одной парте себе. А, Леха, ты что же думал, мы до тебя за границей не доберемся? А, Леха, ты что, ошибаешься? Мы тебя и здесь научим Родину любить. Любить. Не бейте боль. Да, уже почти час ничего не происходит. Они спят. А, Леха, ты что? Алло, алло, Дуда, привет, это я. Слушай, тут такое дело, мы сегодня с Майей, последний день в Праге. Давай посидим где-нибудь, ну в кафешечке маленькой, вспомним молодость. Ты как? Алло, алло, Дуда, Дуда, ты меня слышишь? Не звони мне больше. Дуда, это же я, это Бирман, это Леша Бирман, ты меня слышишь? Ты должен был меня предупредить. О чем? В ФСБ, меня вчера задержали, я не знаю, что ты там такого натворил, но я не хочу в этом участвовать, разбирайся сам. Дуда. Вы тоже слышали? Я хочу немедленно домой. Немедленно, я требую. Я честный сын своей страны, я не хочу, чтобы меня в чем-то подозревали. Почему он мне все время звонит? Леша, Лешенька, я готова. Ты идешь? Я никуда не пойду. Что случилось? Я только что разговаривал с Дудой, с Антоном. И что? Ночью его допрашивал ФСБ. Прямо тут, в Праге. В Праге. Они за нами следят. Я это чувствую. Они за нами следят. Подожди, подожди. Он мог ошибиться. Нет. Нет, он не мог ошибиться. Дуда не мог ошибиться. Я точно знаю, это они. Они. Они нас не выпустят. Майя, они нас никогда не выпустят. Ну-ну-ну-ну. Это мы еще посмотрим. Тихо-тихо-тихо. Так. Ты сейчас оставайся в номере, а я пойду в посольство. Я уверена, что они нам помогут. Хорошо. Хорошо. Никому дверь не открывай. КОНЕЦ 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну и как поживает наш физик? Он уверен, что за ним находится ФСБ. Очень хорошо. Не давай ему успокоиться. Скажи, что за ним следили, что медлить больше нельзя, что его уже ждут в нашем посольстве. Будь убедительной. Я знаю, что делать. Это я почти год вела этого физика. Засыпала и просыпалась с ним. А потом именно я слила его в ФСБ и сделала так, чтобы он захотел уехать из страны. Это моя операция. И это мой успех. Вот ваш билет. Вылить через пять часов. А чё, раньше не было? Нет. Скажите, пожалуйста, а почему вы решили, что эти люди были из ФСБ? Ну, не знаю. Ну, они так сказали. И вы всегда верите людям на слово? Нет. Ну, то есть… А своей жене вы поверите? В смысле? Алло, да? Антош, послушай, сейчас будет с тобой говорить мужчина. Ты только ничего не подумай. Это важно. Это очень важно. Им нужна твоя помощь. Понял? Всё. Слышишь? Даю трубку. Алло. Здравствуйте, Антон Викторович. Я отвечу. Я отвечу. Алло. Прошу прощения. Передали конверт для Алексея Бирмана. Сказали, что это очень срочно. Кто это? Я сейчас спущусь и узнаю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну а если вдруг он мне не поверит? Тогда покажете ему фотографию. Это он. Кто? Ну тот, из ФСБ. Ну, из плохого ФСБ, который меня допрашивал. К нему пришел русский. Тот самый. Пропускаем. Он не опасен. Кто там? Это я, Дуда. Ты один? Один. Вот. Я подумал, что ты должен это знать. Что? Твоя жена, она встречалась с человеком, который меня допрашивал. Я не знаю, какие у них там дела. Просто прими это к сведению и не наделай ошибок. Он прямо сейчас сливает Майю. У него ее фотографии. Конверт для Алексея Бирмана. Скажи, ты не ошибся. Я его на всю жизнь запомнил. Олдин. Нет. Того не может быть. Майя всегда хотела, чтоб я уехал из России. Дуда. Дуда, милая, это невозможно. Где Майя? Она возвращается в номер. Останови ее, пока она не наломала дров. Ну вот, в нашем посольстве сказали, что пришлют за мной машину. Поздно, он уже позвонил в посольство. Нам не нужен скандал. Останови ее любой ценой. Это она? Ну да. Леша, Лешенька, открой. Не открывай ей дверь. Я должен. Пожалуйста. Это моя жена. Лешенька, открой, это я. Тебе нечего бояться. Тебя хочется... НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Все в порядке. Бирман направляется в посольство России. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Спасибо вам, Антон, за помощь. Я наелся этой границы. Я домой хочу. В Королев. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА А кокосовое молочко еще такое не белое? А бананы знаешь там какие? Вот такие бананы. Серьезно, правда, честное слово. Такие бананы кормовые всегда. Да нет, они очень вкусные. А погода была классная. Море холодное только, мы зависали в бассейне. Угу. А ты тут, наверное, совсем затасковал, да? Угу. А может, вместе куда-нибудь поедем? Давай. Ну, только на море я не хочу. Слушай, а давай в Прагу? А? Отличная идея. Давно там не был. Хе-хе. Хе-хе. Ой, боже мой, как же я соскучилась по дому. Хе-хе. И не только. Чувствую себя как кочегар после смены. После этого самолета. Кто куда, лично я в баню. Хе-хе. Я скоро. Хе-хе. Продолжение следует... 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 Не помешает подстраховаться? Мне нужны все однофамильцы Козака Андрея Иннокентьевича. Чего-чего? И очень быстро. Мне кажется, мы превращаемся в рабов. В рабынь. Итак. 2136 Андреев Козаков, в возрасте от шести месяцев до восьмидесяти семи лет. Мне нужен Козак Андрей Иннокентьевич. Дата рождения 17 июля 67-го года. Он идеально подходит на роль дублера, нашего Козака. Андрей Иннокентьевич Козак. Он журналист одной питерской газеты. Ну, это неплохо. Не совсем. Газета эта глубоко оппозиционная. Он без крестного знамения к нам на шаг не подойдет. Мы для него кровавые габисты. Просто отлично. Сколько нужно времени, чтобы привезти его сюда? Не поедет он. К нам нет. К кому-нибудь другому запросто. Про что он писал? Да про все. Про марш не согласны. Про нас с тобой, душителей свободы. Ну и про все такое. Понятно. Надо организовать вручение независимой журналистской премии. В Лондоне. Приглашение, гостиница, билеты. А еще лучше, пусть будет звонок из Англии. Подключите кого-нибудь. Попробуем. Ну как? Ну... Что? Говори без этих своих штучек. Все-таки я первый раз со Светом работаю. Нравится или нет? Если бы я случайно проснулся ночью и увидел это. Это называется. Магическая корова. И я бы после этой магической коровы уже точно не заснул бы. Нифига ты не понимаешь? Ну прости. Просто твое креативное мышление соответствует среднестатистическому политологу. Нет, а вообще она симпатичная. Слушай, мне нужно будет через недельку отъехать на несколько дней в командировку. Куда? Да, в Лондон. Ну да, в Лондон. А не жирно тебе будет? В Лондон. Я тоже хочу в Лондон. Там будет конференция. Попросили выступить, лекцию прочесть. Это всего на пару дней. Неплохая у тебя работенка, профессор. Ну-ка, лись. Тетки там будут? Профессорша молоденький. Листь сообщает, что Ким мертв. Но у него появился план, как убрать с Антона. На этот раз он справится сам. Он только просит перевести на этот раз 500 тысяч долларов. На указанный счет. А значит, никаких зацепок? Да нет, не совсем. Есть еще результаты ДНК анализа крови убитого. Так вот, кровь эта всплывала еще в 98-м году в Алжире в связи с покушением на французского посла. Не хочу вдаваться в детали той истории. Скажу только, что есть основания полагать, что человек этот связан с ЦРУ. Хорошо. Допустим, убитый действительно работал на ЦРУ. Зачем ЦРУ убивать крота? Ты еще не понял? Они уже не верят, что ему удастся выпутаться. Они понимают, что мы рано или поздно, но доберемся до него. От засвеченных агентов принято избавляться. Ты прекрасно это понимаешь. Но ведь это только наше предположение. И у нас по-прежнему нет доказательств, что Максим крот. Нет. Может и не быть. Если вдруг американцы не убьют его. Или, если мы не найдем настоящего крота. Именно. Но почему вы продолжаете давать ему серьезные задания, если вы действительно уверены, что он крот? За ним следим мы. За ним следишь ты. Если он сделает хотя бы одну крохотную ошибку, это будет означать для него провал. А если не сделает? Значит, он выполнит задание. А я тебя оттуда жду. прогуливаю лекции, профессор. Незапланированная встреча с коллегами. А, ну-ну. Держи, это тебе. А у меня есть ногшебательная новость для тебя. Мне уже страшно. Не бойся, я не беременна. А я и не боюсь. А все мужики боятся, но суть не в этом. Это другая новость. Я лечу с тобой в Лондон. Та-да-да! Классно я все придумала? Нет. Что нет? Тебе не понравилось? Мне очень понравилось. очень. Но ты не летишь со мной в Лондон. А ты уверен? Да. То есть, ты не хочешь, чтобы я с тобой летела? Я хочу. Но, послушай, можно я тебе объясню, только не сейчас? Хорошо? А когда? Когда вернуть? То есть, я как последняя идиотка обзванивала все турагентства, чтобы найти билеты именно на твой рейс? Послушай, мне очень приятно. Правда, очень приятно. Это замечательная идея. Кирочка, но только не сейчас. Ну, нет, так нет. Останови машину. Давай не будем горячиться. Давай, просто останови машину и все. Кира, ты можешь меня выслушать? В другой раз. Кира! Кира! Так значит, это вы, Андрей Иннокентьевич Козак? Да. Совершенно верно. Приятно познакомиться. Взаимно. Вам уже сказали, что я представляю в России правозащитный фонд «Свободная пресса». Да. Нет, честно говоря, я ничего не слышал о вашем фонде. Зато фонд слышал о вас. В этом году фонд впервые учредил премию особо отличившимся русскоязычным журналистам. А ваша публикация о разгоне и демонстрации в Санкт-Петербурге произвела на жюри огромное впечатление. Первую премию обещать не могу, но то, что вы уже попали в номинацию, это огромный успех. Итак, ваш билет до Лондона. Туда-обратно. Бизнес-класс. Это гостиничный ваучер. Вот здесь адрес гостиницы. Угу. Ваш номер уже оплачен. И еще вот буклетик. Здесь есть вся информация о нашем фонде. Смолючи, посчитайте. Поверхность объекта обезврежена. Уровень радиации в норме. Все в порядке. Главное, чтобы наши люди не прикасались к начинке. Здесь все документы. Не думаю, что их стоит таскать в этом кейсе. Переложите их во что-нибудь менее приметное. А, не сейчас. У вас еще будет время для подготовки. С документами все в порядке? С вами опасно-хитрый господин Рябко. Вы видите людей насквозь. Сразу чувствуется старая КГБшная школа. Что там? Там действительно документы, только не настоящие. По сути, макулатура, не представляющая никакой ценности. Но ведь они проверят. И тогда не станут перечислять деньги. вы же искушенный человек, господин Рябко. Не думайте же вы, что мы затеяли все это мероприятие только ради денег. Ну, раньше чего тогда? М? Скажите, ведь я должен знать. Если я расскажу вам это, у меня не останется другого выбора. Я буду должен вас убить. Вы ведь не хотите этого. Алло. Никуда не выходите из номера. Звоните Рябко, скажите, что встреча состоится завтра. А времени встречи сообщите ему позже. я вам буду звонить. Алло. Я слушаю. Андрей Иннокенч, здравствуйте. С приездом. Как добрались? Спасибо. Спасибо. Хорошо. Отлично. Замечательно. Вы не волнуйтесь, церемонию решили немножко принести. Вы же понимаете, мы собираем русскоязычных журналистов со всего мира. А где состоится церемония? А времени встречи я вам сообщу позже. До связи. вас свободно? Вас ведь зовут Олег. Мы с вами знакомы? Мне сказали, что вы работаете в российском посольстве и сможете мне помочь. А кто это вам сказал? Минуту. Я слушаю. Да, это я. Я понял. Вам заказать что-нибудь? Кофе. Если это возможно. Это должна быть встреча один на один. Только я и он. Никаких хвостов за мной. Никаких камер. Никаких микрофонов. Я не хочу, чтобы они раньше времени догадались, что это подстава. Я вам обещаю, слежки не будет. Не удивлюсь, если они решат избавиться от меня. Не раньше, чем они поймут, что документы, которые вы им передали, не настоящие. А к этому времени вы уже будете в полной безопасности. Главное, не отдавайте документы незнакомому человеку. Если честно, я бы не прочь выпить. За удачу. Пожалуйста. Вам тоже не помешало расслабиться чуть-чуть? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Я становился в Святом Георгии. Буду ждать сегодня в своем номере. В два часа. Сегодня в два. Пусть он сам положит документы в эту папку. Руками ничего не трогайте. На всякий случай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Соединись с Андреем Козаком. Он вчера прилетел из Москвы и остановился у вас в отеле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я ничего не понимаю. Мне кажется, я объяснил вам все предельно доходчиво. Вам нужно срочно приехать в посольство. Машину за вами мы уже выслали. Подождите, а что случилось-то? Ничего страшного, просто небольшие проблемы с визой. Но мы их быстро урегулируем. Ну, послушайте, у меня приглашение и сегодня церемония. Мы все знаем. Но и вы поймите нас. Если мы не разрешим ваши проблемы с визой, то у вас возникнут проблемы с английской полицией. А мне кажется, вы в этом не заинтересованы. Или я ошибаюсь? Не ошибаетесь. Добрый день. Здравствуйте. А в каком номере остановился Андрей Козак? Одну минуточку. Так. Номер триста пятнадцать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Все нужные журналисты уже заряжены. Как только я дам отмашку, они тут же будут на месте. Скоттланд Герли все готово. Тут же подключится МИ-6 и антитеррористический отдел. Волна пойдет буквально через несколько часов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Два-три дня и снежный ком превратится в настоящую лавину. Главное, чтобы Рябко все сделал правильно. Я буду звонить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, наконец-то. Девушка, послушайте, я не понимаю, что происходит. Я торчу здесь уже три часа, и никто ничего мне толком не объяснил. Ваша фамилия Козак? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Андрей Накентьевич? Вот именно. Но я не понимаю, почему меня все об этом спрашивают? Вам придется немножко подождать. Ваш вопрос решается. Девушка, девушка, посп... посп... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как Козак? Нормально. Жить будет. Он эти документы даже в руках не держал. А если бы держал? Ну, не знаю. Я не специалист. Но, похоже, та штука, которую их обработали, очень серьезная дрянь. Нужно как можно скорее вывезти его из страны. Пока еще не поздно. В каком смысле поздно? Не знаю. Какое-то нехорошее предчувствие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Через час можете начинать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Владимир Бребко за Андреем Козаком приехала машина российского посольства. Сейчас этот человек по-прежнему находится на территории российского посольства. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Андрей Иннокенович, могли бы вы пройти со мной? Нам нужно переговорить. Через пару часов начинаем. Пока сделайте все необходимое, чтобы Андрей Козак ни под каким предлогом не покинул пределы Великобритании. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Английская полиция настаивает на том, чтобы вы встретились с ними для дачи к Гавани. Послушайте, да не хочу ни с кем встречаться. Вам будет лучше ответить на их вопрос. Поймите, я вообще ничего не знаю. Мне им нечего ответить. Андрей Иннокенович, произошла досадная ошибка. Чем быстрее полиция с этим разберется, тем будет лучше для вас. Вы уверены в этом? Абсолютно. Считайте, что Козак уже ваш. Да. Да, на нем наверняка остались следы вещества. Пригласите его к себе, вызовите специалистов. Поверьте мне, достаточно провести экспертизу, обвинение готово. Окей. Позвоните мне, когда все закончится. Ваше имя Андрей Козак? Да. Вы прибыли из Москвы? Да. Вы знакомы с Владимиром Рябковым? Нет. Сейчас подойдет наш специалист, и мы проведем медицинскую экспертизу. Зачем? Не получилось так много. Это незаметно много времени. Никаких следов вещества не обнаружено. Перед нами извинились и отпустили на все четыре стороны. Мы ничего не обнаружили. Как не обнаружили? Он чист как стеклышко. Этого не может быть. По предварительной информации, президент США собирался выступить с резким заявлением в адрес российских спецслужб в связи с гибелью в Лондоне бывшего офицера ФСБ Владимира Рябко. Однако, как только что стало известно, тема Рябко на встрече президента в США и России не поднималась. Сама встреча носила конструктивный дружеский характер и продолжалось вместо запланированных 40 минут более полутора часов. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Привет. Привет. А что ты здесь делаешь? Тебя жду. Послушай, если ты еще не помнишь... Послушай меня, пожалуйста. Дай мне полчаса. Я тебе все расскажу. Про себя, про свою жизнь. Про свою работу. А потом, если ты будешь настаивать, я уйду. То есть ты, на самом деле, никакой не преподаватель? Преподаватель, конечно. Ты же сама видела. А как же то, что ты мне сейчас вот рассказал, это что тогда? И это тоже. Ты что? Ты шпион под прикрытием? Почти. Подожди, а комната? Комната, которую ты у меня снимаешь, это что, по спецзаданию? Нет. С комнатой мне крупно повезло. И все твои ночные похождения, это... Слушай, а у тебя пистолет есть? Но это еще не все. А что же еще? Мне кажется, я люблю тебя. Спасибо, что выслушала. Переезжай ко мне. Что вы знаете об ослане Бекаеве? Я требую адвоката. Аслан Бекаев на протяжении пяти лет числится в международном розыске. Его имя было на слуху, и я сомневаюсь, что вы не слышали этой фамилии. Я требую адвоката. На его счету множество терактов на территории России. На Ближнем Востоке, в Европе. Мы знаем, что вы едете к Клаусу Гросу. Он как-то связан с Асланом Бекаевым? Он знает, где сейчас находится Аслан Бекаев? Чем занимается Грос? Говорите, не молчите! Знаете, что это такое? Так выглядит липома или жировик. А у меня так выглядит ампула. Быстро! Быстро! Я-то знаю мне, Аслан Бекаев. А вы нет. Это ты называешь переехать ко мне с вещами? Ну да. То есть вот это все твои вещи? Смешно. Ну ладно, пошли. Думаешь, я такая доверчивая, наивная, да, что я совсем не знаю мужчин? Да я знаю вас как облупленных. По-вашему взял зубную щетку, значит переехал. А чуть что, ноги в руки и ушли домой. Во-первых, это действительно все вещи, которые мне по-настоящему нужны. Да, так я тебе поверила. Во-вторых, я только сейчас понял, как это здорово начать новую жизнь с одним маленьким чемоданчиком. И с двумя костюмами. А что касается твоего этого чуть что, мне деваться некуда. Моя квартира сдана с завтрашнего дня. Говори, говори. Это ведь часть твоей профессии убалтывать доверчивых женщин. И в-третьих, мне, конечно, приятно, что ты такого высокоумнения о моих профессиональных способностях. Но я еще не все из них использовал. Можешь не напрягаться, твои шпионские штучки на меня не действуют. Уверена? Абсолютно. У меня иммунитет к вербовке. Проверим. Подожди, мне нужно тебе кое-что сказать. Потом. Ну, это очень важно, правда. Потом. Ты кого-то ждешь? Здрасте. Здрасте. Это, по-моему, к тебе? У нас есть информация, что этот человек связан с Асланом Бикаевым. Это необходимо проверить. Зовут Клаус Гросс. Имеет немецкий паспорт. Жена из Тонка. Дочка ее. Это последний из всех возможных выходов на Бикаева. Даже если он окажется ошибочным, нам необходимо его отработать. А если посадить его на плотную сляжку? Можем спугнуть. И тогда Бикаева нам точно не достать. Ты помнишь, что произошло с Коржем? Как только Бикаев почувствовал опасность, он тут же его убрал. Мы не имеем права на ошибку. Как, собственно говоря, и вариант. Остается дилетант. Есть какие-то кандидаты? Уже да. Последние два месяца мы очень плотно отрабатывали Гросса. Чтобы не вызвать подозрения, мы стали действовать через его жену. Все социальные сети. Она там постоянно торчала. Я не знаю, какие у них отношения с мужем, но то, что у нее дефицит общения, это точно. Тогда вы попытались навязать ей кого-то в друзья, чтобы через этого человека проникнуть в семью Гроссов? Мы раскинули сети по полной программе. Мы учли все пристрастия фрау Гросс. В результате круг сузился до 14 человек. С каждым из них она начала вести интернет-переписку. Тогда мы перешли к следующему шагу. Из этих 14 мы выбрали одного, легкого на подъем и склонного к авантюризму. В интернете мы подвели их друг к другу. Это выглядело, как абсолютная случайность. Привет, привет. Как дела? Как семья? В результате через месяц они стали общаться, как лучшие подружки. Это женщина. Это Кира. Это Кира. Я услышал. Послушай, нам реально нужна была женщина, которая без подозрений могла проникнуть в дом Гросс. И мы нашли такую. То есть, ее жалко, а других нет. У нее будет хорошее прикрытие. Что-то случилось? На работе? Видимо. Да. Ну, ты же сейчас никуда не убежишь, правда? Прямо сейчас никуда. Послушай, ну, если все так плохо, я никуда не поеду. Ну, я не могу тебя оставить одного в таком состоянии. А ты куда-то собралась ехать? А я тебе что, не говорила? У-у-у. Прости. Просто все завертелось в такой скорости, что я даже сама не соображаюсь, что к чему. У меня появилась подруга Марта. Ну, мы с ней случайно познакомились в интернете. Ну, переписывались там какое-то время. И потом подружились. Угу. Она меня пригласила к себе. У нее дом загородный. Семья, муж, дочка, лепестка. Семья, муж, дочка, лепестка. Музыка. Здрасте. Привет. Я Кира. Марта, проходи. Вот, ну через порог. Хорошо, что ты приехала. Спасибо. Наш дом. Классно. Это Майя. Привет. Бикаев приказал казнить журналистов. Люди Аслана Бикаева взорвали больницу. След террориста Бикаева теряется в Европе. Это самая лучшая комната в нашем доме. Ваша спальня? Эх, если бы. Клаус с недавнего времени увлекся йогой. Поэтому вообще спим фактически на нарах. А это спальня для гостей с мягкой кроватью. Вот, там у нас сад, ну ты видела. Завтра Клаус вернется из командировки, обязательно барбекю сделаем. Спасибо большое, что ты приехала. Я правда очень рада. Я даже не верила немножко. Спасибо, что пригласила. Я закончил. Заберите документы. НЕТ НЕТ У Да, все в порядке. Катаюсь, как сыр в масле, сегодня приезжает Клаус и муж Марты. Обещал пир на весь Сталин. Так что ждите, ждите прямых включений. Ага, пока. Это я. Я только что говорил с Кирой, у нее все в порядке. Я прошу вас, не спускайтесь с нее в глаз. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здрасьте! Здрасьте! Вы кто? Я Кира. Кто? Простите. Ну, я Кира. А, вы из России? Да. Кира? Да, я Кира из России. А вы, стало быть, Старина Клауса? Почему? Почему Старина? Ну, так по-дружески. По-дружески. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Старина. А! Разве можно лед? Холодный? Давай, не отвлекайся. Слышишь? Давай. Труба есть. Теперь ты и нужен. Вот видите, вот так вот. Аня. Правда она милая? Да. Здесь, в гостиной на первом этаже. Просто включайте и пишите. Спасибо. Ты не поверишь, но я уже соскучилась. Наверное, это уже диагноз. Меня интересует компьютер, с которого было послано это письмо. А, компьютер, так компьютер. Ахтунг, ахтунг. Мы в компьютере. Что искать будем? Будем искать то, что этот человек хотел спрятать. Так. Свисмедлаб. Пластик оперейшн? Фигня какая-то. Свисмедлаб несколько раз повторяется. Так. Швейцарская клиника. Угу. Кажется, пластическая. Мне нужна вся информация по этой клинике. Угу. А я не верю в такие совпадения. Особенно, когда они следуют одно за другим. Сначала мы выходим на Клауса Гросса, который, возможно, связан с Бекаевым. Потом в компьютере Гросса мы обнаруживаем его переписку с частной клиникой пластической хирургии. Никто не запрещает немецкому гражданину сделать пластическую операцию в швейцарской клинике. Точно так же, как никто не мешает Аслану Бекаеву изменить себе внешность. И в одночасье превратиться в добропорядочном немецком гражданина. По-твоему, Клаус Гросс и Аслан Бекаев одно и то же лицо? Почему нет? Основание. Еще одно совпадение. Четыре года назад в клинике были убиты три сотрудника. Кстати, именно в это время Гросс переписывался с клиникой. Полиция предполагала, что это как-то связано с подпольными операциями. Этой информации нет ни в одном из наших досье. Потому что никто и никогда не связывал происшедшее с Асланом Бекаевым. Довольно странное совпадение. Но это по-прежнему ничего не доказывает. Зато дает повод для серьезной проверки. Каким образом? Если провести анализ ДНК и сравнить кровь Клауса Гросса с кровью Аслана Бекаева, возможно, мы получим еще более удивительное совпадение. У нас нет крови Бекаева. А что нам мешает сделать вид, будто она у нас есть? Ну, это очень рискованно. Я должен сам полететь в Таллинн? Нет. В этом нет необходимости. Там уже работают наши люди. А не позаботиться о девушке. О, пожалуйста. Сюда. И сюда. Спасибо. Скажите, Клаус, а чем вы занимаетесь по жизни? А что, вам правда это так интересно? Я такая любопытная. А потом, вы так хорошо говорите по-русски. Клаус не любит, когда ему задают вопросы о его работе. Ничего, ничего. Ничего, дорогая. Ну ладно, я не буду. А почему вы не любит им? Может быть, вы секретный агент? Хуже. Я опасный преступник. Меня зовут Усама Бен Лагун. Я вас узнала. Не обращай внимания, он со всеми так общается. Это, наверное, какое-то такое особенное чувство юмора, да, немецкое? Я надеюсь, вы никому не расскажете? Ну что вы, ни слова. Да, а для прикрытия я занимаюсь унитазом. Ну все, я вам не верю. Нет, правда, честное слово, я продаю в Санкт-Петербурге. Не перестаньте. Здесь у нас, в Эстонии, в России. Отсюда мой сносный русский. Простите, я оставлю вас. Конечно. На пару минут, хорошо? Спасибо. Можно у нас? Будьте любезны. Принесите мне, пожалуйста, виски двойные. Только не то, что вы приносили, ладно? Односовывай. Что-нибудь еще? Да, пожалуйста, сделайте это побыстрее. Вот такие отношения. Я думаю, что у него кто-то есть. Всегда кто-то был, но… Меня же ты не остановила, когда он замуж предложил выйти. Я, если честно, вообще долго не раздумывала. Ну что ты смотришь? Ну, одинокая тридцатилетняя тетка. Да еще с ребенком на руках, ну кому и была нужна. А это все-таки успешный бизнесмен. Это был шанс. Я же понимала, что он меня никогда не любил. Так… Что такое? А? Что случилось? Почему-то вы загрустили? Так, дорогая, ты не хочешь меня пригласить потанцевать? Нет, прости, милый, но как раз сейчас нет. Вот вам, пожалуйста. Вот вам моя скромняшка Марта. Когда я хочу танцевать, а она не хочет танцевать. Когда я хочу веселиться… Сейчас, одну секундочку. Когда я хочу веселиться, она, понимаете ли… Нет, она грустит. Когда я чувствую… Класс. Ну, хорошо. Спасибо. Послушайте, Кира, не хотите со мной потанцевать, а? С очень опасным человеком. С королем сантехники. Почему вам действительно не сходить потанцевать? Но с одним условием. Сначала вы со мной выпьете. Ну, давайте. Слушайте, подождите. Давайте-ка выпьем за… Знакомство. Такое современное знакомство. Необычное знакомство. По интернету. Ну? Скажите, кого вы сейчас обманываете? В каком смысле? У вас такой вид, будто вы что-то скрываете. Ну, если только от самой себя. Не понимаю. Ну, вот вы сейчас делаете вид, что вы сама танцуете. А на самом деле, вы со мной флиртуете. Зачем? 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 Какая вы очарована? Зачем? Зачем? Танцуй. Зачем? О! Эту газету Гросс получает последние два года. Этот экземпляр сделали специально по нашему заказу. Завтра утром ты поработаешь почтальюном. Надо поменять настоящую газету на эту. А что в ней? Бомба. Замедленного действия. Тройное убийство в клинике пластической хирургии раскрыто. Швейцарские следователи проводят анализ ДНК исчезнувшего пациента. Теперь ей нужно срочно уехать. Основание? Без разницы, лишь бы уехала. Ну, ее неожиданный отъезд это еще не повод для паники. Согласен. Для Клауса этот факт ничего не значит. А для Аслана Бекаева повод задуматься. Если это, конечно, он. Нам же надо его проверить. Мы хотим взять его на излом. Пусть он думает, что мы ищем его по крови. Но у нас ведь нет ни капли настоящей бекаевской крови. Ни один человек на земле не может быть на сто процентов уверен, что где-нибудь он не оставил хоть каплю своей крови. А тут еще и эта газета. И нет времени проверить информацию. И подозрительное кровотечение из носа накануне. И внезапно отъезд Киры домой. Он занервничает. И обязательно себя выдаст. Хотелось бы в это верить. Кира, это я. Извини, что так поздно. Просто захотелось услышать тебя. Твой голос. Ты как? Честно? Хреново. Представляешь, пошли сегодня в ресторан. Все было хорошо. А потом у этого Клауса кровь пошла из носа. Прям таким вот фонтаном. Взял мне майку белую любимую, залил. Ничего, не расстраивайся. Приедешь, мы тебе двадцать таких купим. Нет, двадцать пять. Ну, а ты как? Что у тебя нового? Что хорошего? Скучаю. Это радует. Тут пришел кто-то. Пойду открою. Давай, я тебя целую. Завтра позвоню утром. Пока. Ну, ладно. Пока. И что дальше? Самое интересное. Точка. В истории поиска крота. Ой, я думала, все спят уже. Нет, я услышал, что вы спустились. Простите, что залил вам кофточку. Да не переживайте, я приеду домой, у меня будет двадцать пять таких кофточек. Правда? Угу. Спасибо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Да развернись ты. Стоять. 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 Телефон. Макс. Предатель понял, что ему не отвертеться и принял яд. Предатель это я? Предатель это я? Ну, конечно. Завтра во время тщательного обыска среди твоих личных вещей найдут неопровержимое доказательство. Сплывет твой личный счет в одном из европейских банков, электронная переписка с американцами. Кто-то будет удивлен и потрясен, а кто-то изначально не очень-то доверял тебе. Все одно к одному. И ты вот так просто возьмешь и убьешь меня? Нет. Мне очень сложно будет сделать это. Ведь мы с тобой друзья. Но мне придется сделать этот выбор. Макс. Или ты, или я. И давно ты это решил? У меня было достаточно времени все обдумать. Служить своей стране, конечно, красиво. Но не настолько, чтобы постоянно себя в чем-то ограничивать. Смотри вокруг. Ты отличный разведчик. Профессор. Как ты живешь? Где? В лачуге? Не обидно? Всегда думал, что вербовка за деньги. Дурной-то. А меня никто не вербовал. Я сам так решил. Пока ты кому-то нужен, надо идти ва-банк. А твоя семья? Ой, самое глупое, что может быть в жизни, это постоянно оглядываться на свою семью. Это мой выбор и моя жизнь. И много ты на этом выборе заработал? Много. И еще больше заработаю. Не могу поверить, что это ты говоришь. А это не я. Это мое второе нутро. Черное, мерзкое, насквозь прогнившее. Я предатель, Макс. И хватит об этом. Психотерапевта мне еще не хватало. Скорее, Макс. А чем тебе не понравился Егор в роли крота? Я ему не поверил. А надо было. Тогда бы не пришлось умирать. И тогда бы все шло по заранее намеченному мною плану. Но ты решил стать героем. Так оставайся героем до конца. Сейчас я тебе дам карандаш и бумагу. И ты напишешь что-то вроде предсмертной записки. А если я не буду писать? Будешь. Насколько я тебя знаю, твои отношения с этой художницей очень серьезные. Неужели ты думаешь, что они случайно стали переписываться с Атеистонкой? Это я сделал так, что они подружились. А сейчас она там. Рядом с Асланом Бикаевым. А теперь представь себе. Что он сделает, когда узнает, что она связана с конторой? Штиш, штиш, штиши. Я ничего против нее не имею, как, собственно говоря, против тебя. Она лишь способ найти общий язык. Ну что, договорились? Будешь героем до конца? Спасешь девочку? Думаешь, тебе поверят? Ну, конечно. Красивый ангел. Это не ангел. Это мальчик с королями. Ну, я же говорю, ангел. Ты под подозрением. А меня приставили приглядывать за тобой. Знаешь, почему? Тебе не доверяют. Наверху уверена, что ты крот. Остается собрать доказательства. Макс, все наши разговоры меня просили записывать. Но, как ты понимаешь, записывал я не все. За каждым твоим шагом наблюдали мои люди. Ты под колпаком. Самое время умер это. Но сначала подпиши предсмертное письмо. Ну, а потом... Десерт. Ты ведь отключил микрофон? Ну, конечно. А я свой нет. Я думаю, это мог быть только один из тех, кто допрашивал Егора. Включая меня и Владимира. Вы встретитесь с каждым из тех, кто участвовал в допросах. И сообщите о том, что подозреваете другого. Владимиру скажете, что подозреваете меня. Я буду подозревать Владимира и так далее. У каждого из офицеров должен быть свой личный подозреваемый. И тогда Крот обязательно воспользуется этим, чтобы снять с себя подозрение. Именно. И самый лучший способ – подстроить самоубийство. Тебе не надо объяснять, что такое радиомикрофон. Нас с тобой прекрасно слышат и пишут. И тебя, и меня. Когда-то давно ты спросил меня, откуда я беру своих дилетантов? Ни откуда. Просто я один из них. Все это время ты следил за мной. А я за тобой. Ты проиграл. Они будут здесь с минут на минуту. А у меня для тебя и тоже есть сюрприз. Бикаев уже знает про Кирову. Телефон. 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 Я знала, что ты позвонишь. Чем не спишь? Кира, они спят? Кто? Гроссы. Гроссы? Ну да, наверное, спят. А что? Кира, тебе нужно срочно уехать. В Таллине. Я тебе пришлю. СМС-ка в Таллине. Там будет адрес в этой СМС-ке. Тебя там будут ждать. Пожалуйста, не спрашивай ничего. А что я скажу Марте? Да ничего, ничего. Просто, просто быстро уходи. Все, пожалуйста. Делай, как я говорю. Хорошо? Это что, твоя работа? Да. Кира, пожалуйста. Ты должна быстро уехать. Кира, верь мне. Язуев. Он стрелял себе в сердце. Ранен. В больницу повезли. Ты что? Думаешь, он не знает, где у него в сердце? Дело сейчас. Только понесли. Влите, наверное. Твою мать! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А как же проститься? А? А я просто думала, вы спите и... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 чтобы сравнить ДНК, да? Я ничего не знаю. Трудно быть Асланом Бекаевым и не понимать, что за тобой охотиться. Единственное, чего я не предполагал, что вы найдете меня так быстро. Ну, а где они? Что, уже едут-то? Ты им позвонила, да? Нет? Нет! Проедешь со мной? Пошла! Пошла! Стоять! Стоять! Не вздумай двигаться. Залезай. Поговорим в другом месте. Не заведется. Ты меня не убьешь. Я вам живым нужен. Хочешь проверить? Да пошел ты. Ничего не бойтесь. Я здесь, чтобы помочь вам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Кира, прости меня. Я тебя умоляю. Прости меня, пожалуйста. Не говори ничего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я тебе все объясню. Не говори ничего. Все понимал. Мне не нужно ничего объяснять. Прости. Ты никогда в жизни так не сделал, если бы у тебя был выбор, правильно? Но выбора не было, и ты должен был так поступить, да? Прости. Прости. Я тебя никуда больше от себя не отпущу. И ты даже не представляешь, как мне было страшно. Ты знаешь, как мне было страшно. Все уже позади. Все позади уже. Мы вместе. Тихо, тихо, тихо. Скажи, я тебе помогла? Я вам помогла, правда? Да. Ну, я ведь держалась молодцом, да? Ты была самой большой молодец. Угу. Я люблю тебя. Я тебя очень люблю. Я тебя тоже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»